здравствуйте уважаемые зрители сегодня нас в гостях кандидат биологических наук доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ и при этом научный редактор портала anthropogenes.ru Станислав Дробышевский приветствую Станислав ну тебя представлять вообще в принципе наверное даже не нужно на тебя все знают ты такая суперзвезда научная научно-популярная вот и я пару слов скажу про то о чем наш канал наш канал посвящен в принципе нейробиологии биологии особенно наш подкаст он посвящен именно история мозге осознание об эволюции сознания и наверное вот твоя направление деятельности антропология она в общей степени большей степени даже покрывает те темы те вопросы которые мы здесь разбираем потому что мозгом это все не заканчивается и даже эволюции это не заканчивается очень очень много сложно поэтому я очень рад что ты к нам все не пришел но поскольку у нас все-таки такой нейробиологический канал поэтому я начну с вопроса традиционного для наших гостей вот смотри представь себе девушку которая живет в далеком-далеком будущем предположим через 300 лет но она с рождения находится в подвале где-то в бункере и она носит специальные очки которые все делать черно-белым на неких цветов никогда не видела при этом она по специальности нейробиолог может быть она закончила биофак мгу и вот она изучает нейробиологию зрения все она изучает как работать сетчатка отвечает как происходит обработка информации в затылочных долях и при этом она еще защитила кандидатскую по физике то есть она все знает про физические характеристики света длин волн и так далее и ее интересует именно цветовосприятие у нее там ее докторская диссертация предположим посвящена красному цвету она все про него знает и про физические характеристики и про биологические и как он влияет на там эмоциональную сферу подкорка у ядра но при этом она сама его никогда не видела естественно и в какой-то момент может быть после защиты ей там научный работе говорит ну теперь ты можешь выйти из бункера и она торжественно и открывают этот люк она выходит и наконец-то видит там закат прекрасные там вот красный цвет вопрос узнаете на что-то новое в этот момент в красном цвете чего надо этого не знала или нет у нее сработает неизбежная лимбическая система эмоциональная какая-то вещь то есть она знает но не как бы критически неокортексом так вот прямо какие-то практически показатели света а эмоции испытает ну то есть это не знание она такая более древняя вещь знание это все-таки какие-то расчеты и с этим я так понимаю не все порядке уже дает с этим она знает больше всего да а эмоционально у нее не было это были просто цифры на волны а теперь как бы она еще и да но она не узнала испытала эмоции так будет ну примерно то же самое как за этом люди изучают какой-то ультразвук допустим на но его тупо не слышит там инфразвук на ноги там летучих мышей там дельфины самым но ты тоже как бы ну да что-то не там пищат мы туда мы смотрим на сына грамме какой нибудь и принципе нам до лампочки вот но если бы мы это услышали бы да как-то проникли за прикольно как бы ну а прикольно это есть эмоции сайте я не уверен что это девушки будут богатые эмоции честно говоря вот может наоборот это мне понравится на горя не стоило того да 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 просто но известно жить прецеденты когда люди там всю жизнь слепые из-за там хоть повреждение нерва потом делали операцию они становились зрячие некоторые такие люди они потом как бы были против и просили там сделайте меня обратно слепым потому что мозг не справляется с этой новой информацией но он уже взрослый на него сваливается какая-то немереная куча информации по каналу которая раньше не действовал никогда и он не знает что с этим делать он вот этих всех образов для нас это как бы естественный вид для него это не естественно и люди такие в депрессию впадали им примут совсем плохо было вот так что это для нас для зреть катастрофа потеря зрения а для слепого может быть обретение ну как идея как бы да пока она не реализуется когда реализуются бы не очень в общем если бы у нас с вами вдруг появилась не знаю какая там электро рецепция неожиданно такое терморецепция как они как у змей допустим термо у нас так немножко есть но вот так как это ядреная я бы не уверен что мы так прямо радовались но какие-то эмоции мы бы по-любому испытали так что и девушка это бы прониклась но не факт что положительно отлично спасибо за ответ ты слав можете пару слов сказать про то чем занимается антропология на ваш взгляд чем она может быть отличается вот физическая антропология от культурной антропологии или антропологии к антропологии то есть антропология не может отличаться что-то одно и то же есть просто антропология антропология это наука об изменчивости человека во времени пространстве о как бы вот изменение его биологических свойств ну изменчивость такая сугубо биологическая ну собственно этим отличается социальной антропологии которые вообще строго говоря не существует чтобы не думали про это социальные антропологи ну потому что сам по себе термин социальная антропология это просто из другой раскладки наук как бы не из нашей ну то еще в девятнадцатом веке если так к истории науки обращаться появилась как бы два направления одно такое немецко-российская и раньше французская а второе британская потом бритая американская потом бритая американско-французская ну вот соответственно вот в немецко-нашем есть просто антропология 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 а есть психология социология политология там тра-та-та там археология этнография такое а есть британская где все это антропология но она делится на разные антропологии физическая антропология или биологическая антропология это вот просто антропология а социальная это скажем социология или там этнография и там еще что-нибудь такое ну и там еще там миллион этих антропологии там педагогическое православное там какая угодно может быть вот но Но это просто две разные рубрикации наук. То есть сами науки те же самые, просто вопрос как называть. Однако же где-то в 90-е годы, когда у нас там было сближение типа с Западом, и стали наши кататься там всякие за рубежи, ну и в Америку прежде всего, вот эта американская система приехала к нам, и, собственно, появилась куча людей, которые искренне считают, что они социальные антропологи. Ну то есть в советское время те же самые бы назывались там философами, этнографами, там кем-то еще, да. Теперь социальные антропологи еще с жаром спорят, что нет, они не этнографы. Потому что этнографы изучают там вышивки, а мы изучаем там поведение людей. Но это просто я не знаю, что изучает этнограф. Но как бы, ну там можно всегда между чем угодно там различивать, найти при большем желании. Но вообще просто это два разных способа названия. Но поскольку мы все-таки живем в России до сих пор, то как бы назвать надо как бы с точки зрения нашей, я думаю, истории науки. Ну хотя я вот встречал много, как бы знаю, людей, которые искренне считают, что они антропологи. А про антропологию, которая настоящая антропология, они вообще в принципе ничего не знают. Вот как-то несколько лет подряд я ездил на школу-конференции вот таких вот антропологов социальных. Вот, я их таки достал. Они в итоге, ну уже после второго-третьего года, стали меня назвать настоящий антрополог. Вот, и они все-таки прониклись, что такое антропология. Ну когда я там доклады такие читал свои. Ну хотя они вот как бы социальные антропологи, да. А сейчас на конференциях по антропологии там только вот как бы антропология вот в этом значении? Или там вот как раз приезжают и социальные антропологи? Это зависит, кто организатор конференции. То есть если это организаторы антропологи, настоящие нормальные, да, то там будут как бы антропологи. А если это у нас же в стране, в каком-нибудь РГГУ, допустим, делают эти социальные антропологи, они не пишут социальные антропологи, потому что просто громоздко, это неудобно. То есть на самом деле они сами понимают, что это неудобно, поэтому они сокращают до антропологии. Но поскольку они просто не знают, что такое антропология, ну пока я им не рассказал, то как бы, ну и там не обязательно я, там Бутовская, допустим, да, то они сокращали до просто слова антропология. Ну, как только они встречаются с настоящим антропологом, то понимают, что у них не антропология нифига. Ну, или задумаются об истории всей этой науки. Но поскольку в некоторых вузах очень модно контачить с западом, там и грант, получается, все такое, ну, там просто удобно чисто практически называть себя социальным антропологом. Ну, если у нас они будут называться этнографами или социологами, да, а в США социальным антропологом, ну, в голове как бы вот эти два термина, в принципе, как бы зачем, как бы, да, его проще одно и то же применять. Ну, так что, ну, это спор о словах, строго говоря, так, если по-настоящему. А вот, в принципе, человек, который занимается антропологией, да, там, палеоантропологией, ему вот это, стоит ли ему заниматься одновременно еще и социальной антропологией, культурной антропологией? Ну, вот, к примеру, при интерпретации, там, вот, какими-нибудь находах, например, при трепанации черепов, то есть, вот, стоит ли, несет ли какую-то ценность, например, вот, контакты, там, с социальными антропологами в этом плане? Нет, без сомнения, потому что, ну, человек, он, как бы, существо, как всем известно, биосоциальное. То есть, антрополог-антрополог такой, да, он изучает, да, вот, черепушки, вот, но черепушка не сама становится такой, да, на нее может влиять культура, ну, если это искусственная деформация, вот, как мы сказали. Ну, вот, и тогда надо, да, как бы, контачить с археологами, с этнографами, там, и так далее, чтобы понять, почему они это делали. Но, строго-то говоря, вся вот эта социальная антропология, это тоже подраздел антропологии, чтобы не думали ее, собственно, апологеты, потому что это просто поведение человека. Это этология, я вот Бутовскую это помянул, а не просто так, что она-то как раз тоже в том же РГГУ этим же социальным антропологам преподает поведение человека. Она-то антрополог настоящий, ну, она с нашей кафедры все то же самое. Поэтому, ну, вот, я всегда привожу один пример. Если мы берем какую-нибудь пеночку-весничку, вот, она там вот поет песенки и бьет гнездышки. Это поведение пеночки-веснички изучает кто? Все те же самые орнитологи, которые изучают анатомию пеночки-веснички и поведение пеночки-веснички. Ну, вот, а у человека антрополог-биолог изучает строение черепа, вот, а поведение, там, песни и способы ввести гнездышко, да, это тоже биология. То есть, если это у пеночки-веснички биология, почему у человека это не биология? Ну, то есть, понятно, что у человека там все-таки чуть-чуть посложнее, но это тоже видимость, если честно. Потому что мы на человеческую деятельность много внимания обращаем, а про пеночку-весничку знают только там пять человек, которые изучали пеночку-весничку. Но когда я что-то подобное там высказал, допустим, на ЗБСе, ну, это Зинегородская биостанция наша, а там сидели специалисты по пеночкам-весничкам, вот, прям вот, буквально. Вот, и они так очень скептически ухмынулись, ну, и я понял, что я ничего не понимаю в пеночках-весничках. Ну, я действительно ничего не понимаю, вот, и, как бы, у них все тоже очень хитро бывает и очень сложно, и там, как бы, все непросто на самом деле. Ну, говорит, что большинству людей на это плевать абсолютно, да, я там, вот, я говорю, там, два человека на планете, про это что-то в курсе. Ну, поэтому мы склонны считать, что все зверье – это, как бы, вот, какая-то низшая фигня. Все биология, да. И это все биология. А у нас, да, у нас отдельно социология, отдельно политология, отдельно психология, отдельно, там, еще чего-нибудь, да. Ну, вот, это все разные науки, там, экономика, ну, вот, но это все те же самые поведения пеночки-веснички. Ну, да, просто нам это важно, потому что это про нас, и мы это делим на миллион частей. Но это тоже биология, на самом деле, это в чистом виде биология. Ну, вот, но, как бы, сами вот эти психологи-социологи, они не знают, что это биология. И, на мой взгляд, они сильно в этом проигрывают, потому что если бы они учитывали, собственно, сугубо биологию, может быть, у них результат был бы гораздо лучше, ну, потому что наши, там, экономические всякие, там, потребности и так далее, они же вытекают чисто из биологии. Ну, банально, там, сколько человек ест, сколько он там весит, да, сколько он там должен передвигаться, там, пятьдесят, это чисто биологические параметры. А из этого вытекает, сколько мы там нефти добываем, там, какие у нас поезда длиной, там, да, какие-то потолки высотой, ну, там, вся эта эргономика, это чистая биология в чистом виде. Ну, вот, и, там, сколько питания нужно человеку, это чистая биология, как там люди, я не знаю, голосуют на выборах, это чистая биология, это взаимоотношения, там, всяких альфа, бета, гамма, там, и так далее. То есть, когда мы смотрим на поведение шимпанзе, это делает отолог биолог, когда мы смотрим на выборы, почему это делает не биолог, вообще непонятно для меня. Ну, я не готов смотреть на выборы, честно говоря. А если пригласили, сказали бы, там, нам нужно изучать. Не надо, не, я поведение не люблю, потому что оно, ну, мне просто лично, как бы, скучнее поведение, вот, а во-вторых, там все гораздо более зыбкое. То есть, если я измеряю череп, ну, там будет, там, столько-то миллиметров, когда, да, ни больше, ни меньше. Вот, а когда я изучаю поведение, там все время есть какая-то неопределенность, потому что слишком много факторов влияет. Ну, поведение, это работа мозга, мозг, биологические объекты, но он не машинка все-таки, да, там на него влияет сильно много всего. Температура, влажность, я не знаю, там, яркость света, 5-е, 10-е, и найти вот закономерность очень сложно, корреляция там получаются маленькие. Ну, а меня это угнетает, когда вот такая неопределенность. Вот, оно и с черепушками-то бывает неопределенность, когда он, там, 5 миллионов лет пролежал в земле, там, его сплющило три раза, да, и там уже там тоже не особо-то померишь. Уже грустно. Ну, вот, а когда это поведение, вот, сегодня он сделал так, а завтра эдак, ну, ничего не разобрать. Ну, кому-то это нравится, сама вот эта вот зыбкость, но он этим и занимается, мне не очень нравится. Ну, я вообще, как бы, не сильно социальный. Ну, я вот хотел бы это дополнить, что как раз в последние годы многие науки, которые раньше дистанцировались от биологии, они немножко начинают с ней сближаться, и вот появляются такие междисциплинарные дисциплины, как, например, нейроэкономика, я думаю, что там нейросоциология, ну, на самом деле, там, можно назвать это биоэкономика, биосоциология. Вот, ну, и на самом деле здорово, что вот в РГГУ там есть курс поведения человека, это интересно. Хорошо, ну, перейдем уже непосредственно к антропологии. Вот вопрос, который меня давно интересовал. Мы с детства, со школьных времен слышим фразу, что труд сделал из обезьяны человека, но в последнее время мы понимаем, что, на самом деле, и какие-то орудия труда не могли появиться еще до человека, и, на самом деле, это, возможно, не самый главный нерешающий фактор, который отличает нас от других, скажем, приматов, и не только приматов. Вот я наткнулся на такое исследование, что, в принципе, раньше, насколько я понимаю, если что, поправьте, мы датировали появление вот первой какой-то целенаправленной орудийной деятельности с появлением человека умелого, Homo habilis, это было где-то 2,6 миллиона лет назад. И вот в 2015 году Хармонд опубликовала статью, в которой они как бы нашли на стоянке австралопитеков, которая датировалась 3,3 миллиона лет назад, орудия, которые как бы несли вот следы того, что их не просто вот они так вот, а целенаправленно их сделали. Вот что сейчас современная антропология думает на этот счет, вот, когда появились орудия, кто, может быть, ими первыми пытался делать, и вообще, ну, как наши предки пришли к тому, чтобы ими пользоваться? Ну, одно другого не исключает. То есть, на самом деле, открытие вот этой ламиквийской культуры, ну, вот это 3,3 миллиона лет, оно прикольное до крайности, но оно не поменяло того, что наши предки начали делать орудия 2,6 миллиона лет назад. То есть, и то было, и это добавилось. Ну, вот просто это, само по себе, прикольно и здорово, что был вид, который за, там, 600-700 тысяч лет до нас начал делать орудия труда и оказался тупиковым. А, вот, то есть, это не был наш предок? То есть, он не наш предок, просто банально. Вот эти самые кинеантропы, которые в ламиквии все делали, это такие хорошие австралопитеки. Ну, их даже назвали, там, кинеантропы платиопс, плосколицей, как самостоятельный урод, но всем понятно, что это все тот же афарский австралопитек. Ну, то есть, какая-то там видовая специфика у него более-менее есть, может быть, а родовой, конечно, там близко нет. То есть, тут просто австралопитек, ну, какой-то шибко умный, наловчился, да, делать эти булыжники. Но, в итоге, оказалось, что это нафиг никому не надо. Эта культура, она как появилась, так тут же и исчезла. Потому что там булыжники, они здоровые, такие тупые, режущего края нет, и, видимо, они что-то ими там разбивали. А для того, чтобы что-то разбивать, в принципе, не обязательно изготавливать орудия. Ну, в принципе, потом, ну, и даже параллельно более-менее выяснилось, что, ну, шимпанзе делают орудия, ну, не делают, а колят там камнями эти орехи. И капуцины это делают, и макаги-карбоеды делают. То есть, в принципе, вот какое-то такое применение каменюк для разбивания там чего-нибудь, оно характерно много для кого. Там, может быть, парантропы что-то такое делали, вот. И, ну, это как бы далеко не уходит, потому что можно бить орехи, а можно грызть орехи, можно обрабатывать, а можно и не обрабатывать, в общем-то. И их выживание от этого сильно не зависит. То есть, для того, чтобы орудийная деятельность вышла на какой-то следующий уровень, нужно стечение многих других обстоятельств. А у них не было этих других обстоятельств. То есть, там гиперразвитие того же там жевательного аппарата, да, там препятствует развитию мозга, ну, чисто там биомеханически. Соответственно, орудия-то наловчили сделать, а дальше вот челюсти не дают мозгам развиваться, и всего следующего этапа нету. Вот или необходимости нету, потому что они не так могут зубами разгрызть. Вот. Прикольнее даже, это не ламиквийская культура, а вот гораздо меня-то больше интригует случай с австралопотеками Гарри. Потому что были такие австралопотеки Гарри, которые стали, видимо, использовать орудия 2,5 миллиона лет назад. То есть, практически ровно тогда же, когда и наши предки, вот эти первые там, Рудольфинс, Хаббельс, не важно как это называть. И австралопотеки Гарри использовали эти орудия для разделки мяса. То есть, они резали кости этих антилоп, ну, там, не кости, а мясо они срезали, да, на костях там надрезки остались. Ну, вот, это тот же самый вариант использования орудий, что и у наших предков в это же самое время, в тех же самых местах, что чудесное. Но наши предки стали людьми, а австралопотеки Гарри вымерли. И вот почему, вот это самое интересное, мы не знаем, если честно, почему. Потому что, ну, у нас от этих австралопотеки Гарри не сильно много чего ослабилось. Но мы знаем, что у них был гораздо более прогнатный череп, то есть, лицо вперед сильно выступало. Передние зубы были гораздо крупнее, да и задние, в общем-то, тоже немаленькие. Ну, вот, там, всякие гребни на макушке. То есть, видимо, у них все-таки вот отживательный аппарат был сильно более развит, и тоже, видимо, это препятствовало развитию мозга дальше. А у фабелисов жевательная мускулатура резко снизилась. Вот, и зубы стали тоже уменьшаться довольно быстро. Хотя поначалу тоже здоровые были, там, у рода феницев. Ну, вот, и вот именно снижение жевательной мускулатуры позволило нам прокачивать мозги, потому что освободило мозговую коробку от давления вот этого механического, и мозги имели возможность там расти дальше. Ну, вот, так что тут, как бы, вот какие-то нюансы, может быть, там, просто генетические, там, удачные мутации, там, и так далее, они сыграли роль. И вот у кого-то оно случилось, а у кого-то и не случилось. Вот, но то, что наши предки, вот, 2,6 стали делать, это все так и есть, это никуда не делалось. И, по сути, это сделало такие забезьяны человека. То есть, концепция тоже никуда не пропала. Потому что до этого момента у нас все-таки астралопитеки, и они, как бы, еще не люди. А вот именно с этих 2,6 начинается Homo, и это таки человек. То есть, он понят, что не Homo sapiens, ну, какая-то род Homo, это человек уже, ну, только древний человек. Вот, ну, и плюс еще всегда стоит помнить, что не только орудие труда, как бы, признак человека, понятное дело, ну, это один из главных признаков. Ну, вообще, как бы, делить признаки, там, на главные, неглавные, вот, ну, как вы сказали, там, как теперь выясняется, это неглавный признак, а что главный. Ну, вот, то есть, как вообще вот эту градацию провести, что вот это менее главное, это более главное. Они все, как бы, главное, одно без другого не работает. Ну, вот, когда одно без другого, это как раз вот эти кинеантропы и Гарри. Вот, орудия у них были, а что-то другого у них там не хватало, и все, как бы, на этом затык. А у нас вот сошлось так здорово, что и орудия были, и там, видимо, общение как-то более богатое было, да, и вот эта мускулатура ослабленная, и там, что-то еще, вот. Вот, но проблема в том, что вот этот самый вкусный момент, вот эти 2,6 миллиона лет, у нас орудия есть, и сейчас уже там есть несколько местонахождений, ну, вот, есть несколько, там, зубов, а, как бы, вот, прям скелетов полный рост, чтобы, там, срубил он в руке, да, вот, что-то такого пока нет, нет. Ну, вот, у нас есть австралопитеки до 2,9 миллиона лет, потом есть в Леди Герару тоже, там, вот, практически 2,9, челюсть, которая строго промежуточная между австралопитеками и Хома, вот, и это, Леди Герару, это то самое место, где 2,6 появляются орудия, ну, там челюсть чуть подревнее, как бы, там, в других слоях, а орудия чуть попозже, но, в принципе, это понятно, там, все одно и то же место, ну, вот, и нормальный череп, самый древний, вот, который следующий, это 2,2 миллиона лет, то есть между 2,9, где есть челюсть, и 2,2, где есть череп красивый, ну, и там еще куча других находок, там, ну, череп, он прям совсем здоровский, там, 1470, а еще там куча-куча других челюстей, там, зубов и прочего, а в интервале, там, полмиллиона лет, да, получается, там есть зубы, есть какие-то фрагменты челюстей, а прям вот нормального, полноценного нет, а это вот самое такое классное время, когда вот бурная-бурная эволюция шла, и поскольку это все-таки полмиллиона лет, туда прекрасно втискивается еще один вид, по-хорошему, то есть я вообще ни разу не сомневаюсь, что в течение, там, не знаю, ближайших, там, ну, там, от 5, там, до 20 лет, кто-нибудь откопает в Африке черепушку вот этого интервала, ну, потому что в том же Леди Гераро сейчас экспедиции идут, собственно, кости там есть, собственно, что бы не найти череп, ну, то есть кто-то долго ищет, рано или поздно найдет, ну, главное, чтобы он, в принципе, лежал у земли, и найдут, и запросто могут описать новый вид, то есть, ну, главное, наглость и набраться. А вид к какому роду отнесут? Хомо, я не особо сомневаюсь, потому что, ну, как, тут есть два подхода, один подход такой сугубо морфологический, когда мы тупо считаем признаки, да, там, больше-меньше, там, можно это математизировать, там, сигмы всякие посчитать, и посмотреть куда ближе, и тогда, может быть, он, кстати, и австралопитеком окажется запросто, потому что это строго промежуточное, и там вот это колебание как бы ближе туда-ближе сюда, это довольно произвольная такая вещь, получается довольно случайно. Ну вот, а есть подход, что раз делает орудие, значит, хомо. Ну, это такой немножко туповатый подход, как бы, да, ну, тем не менее, раз орудие, значит, хомо. И просто, ну, какая-то точка отчёта должна быть, почему бы и не орудие? Ну, вот, допустим, Зубов Александр Александрович, он так вот придерживался, что орудийная деятельность – это наш видовой признак. Вообще, для животных, ну, бывает так, что поведение является диагностическим признаком, там, какие-нибудь земляные осы, они там в основном по поведению различаются, а по морфологии нифига. Ну, по крайней мере, то, что я и читал. Я слышал, что некоторые там голубины тоже их там по поведению брачному разделяют тоже только. Да, да, да. Так что, собственно, что бы их людям это не применять. Ну, тут как бы спорно, можно и так, и так, но просто когда у нас есть плавная изменчивость от и до, то мы в любом случае должны где-то провести границу и вот набраться наглости, решимости, да, и сказать, вот это будет ведущий признак. Ну, почему бы и не орудийная деятельность? Ну, классный признак, в общем, да. Тем более, что он лучше диагностируется, чем все остальное, потому что орудия, они не гниют. Если уж лежит эта каменюка, да, то она и будет лежать еще там миллионы лет. Ну, вот, а от черепушки может ничего не остаться. Или там какой-нибудь пяточной кости, да, ну, кто эти пяточные кости вообще видел. Ну, просто они хрупкие, как бы, они быстрее разрушаются. У нас там, допустим, ни одной грудины нету этих хабилисов вообще. Астроптыка, по-моему, есть. Это не уверен, честно говоря. А вот от хабилисов нету ни одной грудины. Ну, потому что она хрупкая. Их там от кроманетов почти нету. Ну, там есть, конечно, но мало совсем. Ну, поэтому тут просто сохранность. А камни, он надежнее признак. И это биологический признак. Потому что способность изготавливать камни – это способности мозга. Это строение мозга, это работа мозга, это снабжение мозга, это биология в чистом виде. А строение кисти – это сильно зависит? Строение кисти, оно менялось уже после. Потому что строение кисти, ну, трудовой комплекс, там, широкое запястье, там, все-таки вы расширены фаланги, оно должно было быть приспособлением к уже имеющейся орудийной деятельности. То есть, странно было бы, если бы вначале возникла орудийная кисть, а потом бы они стали ее применять. И, насколько нам сейчас известно, ну, вот орудие – это 2,6, а такая 100% уже полностью трудовая кисть – это миллион четыреста. То есть, чтобы наша кисть заточилась под орудие, понадобилось больше миллиона лет. Ну, оно и логично как бы. То есть, ну, как я не знаю, первые там кистеперые рыбы, которые влезали на сушу, у них были плавники. А потом они стали там лапками с пальцами. Ну, и то же самое, я не знаю, там первые какие-нибудь птицы, которые там прыгали по веткам, там пытались летать, у них еще тоже были не очень-то крылья, на самом деле, а такие лапки. Ну, потом стали нормальные крылья. То есть, вначале появляется как бы надобность это, а потом под нее подтесывается все остальное. Ну, отбор он должен как бы отбирать под какую-то задачу, и должна уже задача стоять. Здесь вторая деятельность как бы. Ну, то есть, мозг, он бодрее как бы работает, да, он же не специализированный. Поэтому он может генерировать вот импульсы, ну, чтобы там делать это куменюк. А куменюк можно делать обезьяниями, лапами, всю проблему. Он там, Канзи этот шимпанзей делал орудие, ну, там, горевенькие. Капуцины там те же. Капуцины, да. Ну, капуцины там не очень делают орудие, но используют, по крайней мере. Ну, вот. А дальше, соответственно, что бы, собственно, и кисти не меняться. И просто те, у кого кисть чуть более как бы приспособлена, ну, они эффективнее делают, лучше получается у них. Ну, поскольку это очень такой слабый отбор на самом деле, потому что исходно они все, как бы, обезьяны. Лапы у них такие еще примитивные. То, как бы, раскачивалось не быстро. Ну, миллион лет это, как бы, дофига. То есть, ну, всегда для масштаба стоит, вот, когда для оценки этих расстояний, да, от современности назад отмотать. То есть, если взять миллион лет от современности назад, это уровень пятикантропа. То есть, вот, как бы, от пятикантропа до нас, это вот такой же интервал времени, который понадобился, чтобы от первых орудий дошло до трудовой кисти. Ну, как-то так. Вот, как раз говоря про происходение человека, про различные ветви альтернативного человечества, что можно сейчас сказать про то, как была устроена социальная структура в тот момент, когда как раз вот линии современных обезьян и человек разошлись. То есть, в принципе, вот эта социальная структура, она напоминала то, что мы можем увидеть сейчас в современных обезьян, или там было что-то совсем другое? Ну, там точно было другое, потому что у современных, ну, если брать человекообразных обезьян, у них у всех по-разному. То есть, уже сам этот как бы факт говорит, что было как-то вот по-другому. То есть, может, на кого-то из них и похоже, но трудно понять, на кого конкретно. Ну, потому что, скажем, гиббоны, они семейный образ жизни ведут, да? Ну, они гиперспециализированы к брахиации, это явно возникло очень поздно, то есть, сильно позже уже. И они самые специализированные. Но если они самые специализированные по способу передвижения, оно должно отразиться на общении. Ну, потому что если они живут где-то там на вершинах деревьев, да, прыгают по веткам с страшной силой с помощью рук, ну, там логично как бы семейная структура, потому что они в день могут преодолеть там немеренное расстояние, и, соответственно, у них будут огромадные эти участки, ну, собственно, чего бы им не быть семейными. Ну, вот. А у кого-нибудь там гориллы, она тяжелая, наземная, да? Она просто по деревьям там особо уже лазать не может. Ну, то есть, может, но дерево должно быть основательное. И тогда там как-то в чем-то логично гаремная структура, наверное. Вот. А шимпанзе, например, они вот классный пример, когда два вида живут примерно в одних тех же лесах, там плюс-минус, да? Там одни севернее Конго, другие южнее Конго, там, карликовые. Вот. А структура семейная разная. Вот. То есть, это говорит, что за последние вот пару миллионов лет, когда они там разошлись, ну, судя по генетике, это где-то такой интервал получается. Ну, вот. У них вот социальная структура успела поменяться. Ну, то есть, если она поменялась за два миллиона лет, а мы с шимпанзе разошлись где-то восемь-девять миллионов лет назад, то за это время она могла там пять раз в разные стороны поменяться, по-моему, строго говоря. И проблема в том, ну, еще здесь орангутаны, о которых я не помянул, да? Ну, у них нарушенная структура, потому что их уже люди как бы загнали там в неприятные условия, и у них все поломалось. Ну, вот. Но что было вот у этих предков, ну, если брать, там, скажем, девять миллионов лет, когда вот мы с шимпанзами расходились, если честно, мы не очень знаем, потому что, ну, а как узнать? Вот у вас есть челюсти с зубами, да? Там какой-нибудь накалепитек. Вот от него есть челюсть практически целая, нижняя. И что? Как бы как узнать, какая у него была социальная структура? Ну, вот. Есть какие-нибудь проконсулы, ну, еще более древние, там, 15-20 миллионов лет назад. И там много находок, там даже целые скелеты есть. Но тоже, как бы, мы гадаем, по сути, там, по единственному признаку, ну, или, там, двум признакам. Это, в принципе, половой диморфизм, различие самцов-самок. Ну, и, как частный случай, различие клыков. То есть, да, у которых, там, большие клыки, они какие-то, там, гиперагрессивные и, может быть, эрортичные, ну, как те же гориллы, да, там, у них, там, гаремная система. Вот. У которых поменьше, они могут быть многосамцовые, но все равно агрессивные, как, наверное, шимпанзелковые. Ну, еще поменьше. Это бонобо такие более-менее эгалитарные. Вот. А у проконсулов, видимо, были еще более мелкие, чем даже у бонобо. То есть, получается, что у них социальная структура, может быть, на нашу была более похожа. Вот. Я чем дольше на все это смотрю, тем больше прихожу к убеждению, что наша социальная структура самая примитивная среди человекообразных. И она у нас поменялась как раз меньше всего. Вот. А у других обезьян она гораздо сильнее поменялась. Вот. Но, с другой стороны, у нас образ жизни очень сильно изменился. То есть, в принципе, проконсулы жили в лесу, и все современные человекообразные живут в лесу. Ну, там лес немножко другой, но принципиально как бы лес. А мы-то в Саванну вышли, и, по идее, у нас бы тоже должно меняться довольно основательно. Ну, вот. Поэтому что-то там было у проконсулов. И вот, когда мы смотрим, допустим, да, вот эти размеры клыков и эпалодиморфизм, мы видим, вот есть у нас набор проконсулов, и они довольно-таки разные. Там какие-нибудь есть мелкие хеселоновские, да, а есть какие-нибудь там дьянзевские, и они там здоровенные, огромные клыки. И вот, как понять, это разные виды, или это самцы и самки, или это разные популяции, ну, вот, или оно со временем менялось, потому что там тоже эти находки-то несинхронные. Когда мы издаля смотрим, и нам кажется, что вот это, допустим, там 18 миллионов лет, а это там 15 миллионов лет, да какая как бы разница, да, там 15, 18, а это 3 миллиона лет. Это как от нас до австралопитеков. Если от австралопитеков до нас мы там стали делать орудия, да, за меньший срок даже, там развели речь, там понастроили жилищ, там микрофоны сделали, чтобы говорить в них, ну, вот, и что так они изобрели, то, собственно, вот между этими двумя проконсулами, ну, разница может быть такая же. И, собственно, когда мы видим, что здесь маленькие клыки, а здесь здоровые, а между ними 3 миллиона лет, так, собственно, это вообще не про социальные отношения, это просто как бы, ну, как от нас до австралопитеков. Ну, вот, и поэтому, ну, а находок-то вроде как бы много, да, но у нас всегда есть сомнения, что они отражают. То есть пока вот у нас не будет находки, где будет прямо вот стадо этих самых проконсулов, единомоментно, как бы закопанное куда-то, да, там, не знаю, там, потоком селевым, ну, вот, и мы сможем оценить, что вот это детеныши, эти самки, это самцы, и вот точно это одна популяция с разными показателями. Тогда у нас вот до сих пор будет сомнения. Для австралопитеков у нас такие группы есть, на самом деле, ну, где вот синхронные, ну, для более поздних там тоже есть, там, каких-нибудь этих людей гильберерских, там, неандертальцев, там, кроманилцев, уже подавно. Ну, вот, ну, в некоторых случаях у нас это есть для приматов, но скорее как исключение, потому что, ну, приматы просто не гибнут толпами, ну, вот, а когда они не толпой, у нас всегда будет сомнение. А может, это два близких вида, ну, как, допустим, сейчас мы там не будем копать, и найдем в лесу скелет гориллы и шимпанзе, и вот там увидим, вот здесь маленькие клыки, а здесь горилла там здоровенная. И мы говорим, у них там запредельный половой диморфизм, они были там гиперархичные какие-то. Это два разных вида. Ну, вот, ну, вот с проконсулами у нас всегда есть некоторые сомнения в этом смысле, потому что тут сложность, и поэтому высчитать их в эту социальную структуру сложно. Ну, мы не видим поведение, тем более, что нам даже поведение современных обезьян не сильно помогает, потому что по зубам-то эти проконсулы, они человекообразные, а по всем остальным признакам они, строго говоря, вообще-то мартышкообразные. То есть по скелету там, по скорнеальному, всяким плечевым костям, не знаю, там еще что-то. Ну, естественно, хвост у них маленький, ну, хвост человекообразный, да, а все остальное у них, вообще-то как бы даже строение черепа у них, в общем, в значительной степени мартышкообразное. Ну, вот, и почему мы должны брать модель человекообразную на них примерять? А почему там не павианов каких-нибудь? Ну, павианов нет, потому что у павианов плодиморфизм точно больше. Точно больше, Ну, у современных, опять же, а тогдашних павианов, ну, там еще павианов не было, но какие-то там Виктория Питейки, да, там все было гораздо скромнее, даже первые павианы, они были такие весьма умеренные. То есть у современных мартышкообразных тоже там была бурная эволюция поведения. Ну, если на недавних интервалах мы еще как-то это более-менее соображаем, ну, до уровня там астралопитеков каких-нибудь, да, там можно примерно представить, как бы на себя примерить, вот, что ему надо было в жизни. А что надо было в жизни про консулу, который вот общий предок всех, да, ну, то фиг знает, как бы, что он там как жил. Так что, ну, вот, это тоже из серии, почему я не очень люблю поведение. Потому что чем дальше вглубь, тем больше у нас предположений, а обоснований, как бы, немного. Ну, то есть зубы там мы можем померить, вот, но выводы из них уже получаются туманные. Ну, если мы там виды иногда посчитать с трудом можем, то как они себя вели, какие у них там были отношения самцов-самок, вот, ну, хотя у меня про это есть несколько даже лекций, я их там с чувством читаю, но, если честно, то там сомнения большие. Хотя некоторым не мешает поведение, там, динозавров и 3-го битов реконструировать. ну, приятно, так можно и пофантазировать, да, представить себе, как они там за ручку ходили. Можно тогда, вот, в связи с этим сказать, что, в принципе, поскольку поведение могло много раз меняться в ходе эволюции от какого-то базового вида, в том числе и на линии человека, и на линии человекообразных обезьян, и то, что мы видим, что в какой-то момент, вот, многие смотрят на шимпанзе, например, Франц Деваль, говорят, о, у них же там социальные структуры, как в какой-нибудь там корпорации большей. Можно сказать, что есть какая-то конвергенция социальная, в том числе, то есть виды могли совершенно иметь разную историю, но потом их вот эта социальная структура, она привела к тому, что они, в принципе, построили что-то похожее, вот, на то, как люди живут. Да. Ну, тут проблема в том, что мы в этом смысле никогда не уверены, это конвергенция, или это единое происхождение так влияет. И может быть, это как бы следствие вот исходно одинакового поведения, ну, что-то поменялось, что-то как бы не поменялось. И пока мы не пронаблюдаем поведение какого-нибудь там австралопитека, или там этого нянзопитека, там кого-то еще, да, мы не поймем, честно говоря. Ну, нет у нас машины времени. Поэтому по зубам и костям там эту преемственность вполне четко восстанавливаем, а вот что-то там было с поведением, ну, с эмбриологией, кстати, такая же ерунда, то есть тоже эмбриологический как бы ход, вот событий всяких, да, там, с этих гастролобластулы, он как бы очень сильно различается у разных живых организмов. Но мы видим много-много итогов этого развития. А что было в прошлом, как там было эмбриональное развитие у какого-нибудь там, не знаю, Юра Майи какой-нибудь, да вообще без понятия. Нет у нас эмбриона этого вообще ни в каком виде. Ну вот, поэтому мы гадаем и тоже никогда не знаем. Это конвергенция, параллелизм, там просто какое-то совпадение, фиг знает. Ну вот, а с поведением еще более туманно, даже чем с эмбриологией. Эмбриологию хотя бы можно там по генам посчитать, ну вот, а поведение, где-то, конечно, как-то оно тоже немножко кодируется, но немножко, а что-то и не кодируется. Можно клонировать там какой-нибудь Астралопитек и посмотреть, какой иммунальный развитие. Астралопитека мы не можем клонировать, у нас нету ДНК. Астралопитека вот Неандертальца можем. Вот Неандертальца, я ратую, да, за то, чтобы вывести Неандертальца и у него там тыкать палкой и смотреть, что получится. Он может целую семью сделать. Да, дать ему дальневосточный гектар, например, для целой семьи, интересно про конвергенцию и дивергенцию или про лизм, в том, что можем ли мы тогда вот ожидать, что если у нас мы встретимся там с какой-нибудь инопланетной цивилизацией, то, в принципе, вот эти факторы, если действительно социальное устройство вместе с там с культурой и с орудиями труда является важным фактором, который приводит к развитию интеллекта, то может ли быть, что вот, в принципе, они будут примерно так же себя вести. Или, например, альтернативное там какое-нибудь головоногое человечество из воды, оно бы точно так же выглядело, как и мы с вами в этом случае, если это именно вот конвергентный вариант. А если это нет, если это, в принципе, общий предок и какая-то вещь, которая у нас зашита, то, возможно, они ведут себя совсем по-другому. Ну, для этого у нас есть разное современное зверющее. Понятно, что все там из одного этого луки какого-то первобытного, да, но, тем не менее, уже больно сильно по-разному развивались. Тем не менее, мы видим, что, например, у головоногих моллюсков проявление эмоций принципиально как бы как у нас. Хотя, ну, ясно, что там общая нервная система у нас была где-то там в Декембрии, да, и там 800 миллионов лет, все это независимо развивалось. А как бы мы можем друг друга понять немножечко. Ну, вот, и у каких-то птиц там и подавно. То есть, тоже мы с птицами последний раз как бы имя общих предков имели там, ну, в позднем карбоне, в лучшем случае, там, где-то в Дивоне. И, тем не менее, как бы, ну, в принципе, мы друг друга более-менее понимаем. То есть, мы понимаем, что надо птицы. Ну, птица, может, там, не так уж прямо сознательно понимает, да, но адекватно реагирует на наше поведение. Вот. И мы можем друг под друга подстроиться. Хотя мы разными структурами мозга это делаем. То есть, мы новой корой все-таки, а они там ядрами подкормленными, там, мужичком, вообще каким-нибудь. Ну, вот. Ну, с рептилиями уже там немножко посложнее, как бы, да, они подальше. Ну, там, с осьминогом совсем сложно общаться, но можно, тем не менее. Вот. И даже про муравьев мы что-то там соображаем, почему они там то или иное действие выполняют. Ну, вот. Поэтому, если будут инопланетяне, которые хотя бы в минимально похожих условиях возникали, то, может быть, они будут решать задачи так же. Вот. Ну, когда вот сами всякие прикольные эксперименты, когда задается какой-нибудь там ящик на вскрывание, да, и там смотрят, как это делает там попугаи какой-нибудь, киа, там, новокалитонская ворона и человек. Ну, и рано или поздно, как бы, сама задача приводит к тому, что решают в итоге одинаково. Ну, вот. Ну, или похоже, по крайней мере. Ну, поэтому, может быть, с инопланетянами общий язык найдем. Тут другое дело, что, ну, это уже тоже там многие фантасты обсуждали неоднократно, что если эти инопланетяне первыми доберутся до нас, то, я думаю, им в голову не придет с нами вообще общаться. То есть, если они смогли преодолеть там какие-то световые года, то мы для них, как бы, ну, это просто прикольные зверюшки. Ну, вы же не пытаетесь наладить контакт, там, не знаю, с тараканами, допустим, да? Ну, как бы, они какие-то там вредители. Ну, в лучшем случае, там, как игрушку их воспринимать можно. Ну, вот там прикольные, как бы, да, там, пушистенькие, какой-нибудь там, хитиновый, наоборот, там, неважно. Ну, как бы, забавные, как бы, да? Вот он там какие-то реакции выдает. Ну, вот на полном серьезе, ну, вот у меня там, не знаю, дома голубь живет, вот, и там на полном серьезе пытается всех там укусить. Злобно там рычит, пляшет, там, все такое. Но он же на полном серьезе это делает. То есть ему волю дай, он убил бы вообще нафиг. Но поскольку он, как бы, голубь, он ничего не может сделать. Это прикольно, как бы, да, с нашей точки зрения. А он, то есть, на серьезе это делает. Поэтому, если прилетят инопланетяне, и мы будем на полном серьезе вступать с ними в контакт, они будут дико ржать, как бы, угорать, там, тыкать нас пальчиком, говорить, ой, какие прикольные, как бы, они в контакт вступают, ой, какие милашки, там, папа, можно я завезу тебе человечка, там, или вот этот город себе заведу, да, и буду в него палкой тыкать. Ну, вот. Ну, и как бы, вот, для них это будет такое классное развлечение. Ну, а чтобы мы до них первые добрались, ну, пока это очень далеко еще. Ну, это далековато, да. Хорошо. Следующая группа вопросов, вот, то, что тоже меня все интересовало. Что, говорят, современные данные антропологии, по поводу миграции людей, вот, из первого очага. Ну, вот, может быть, сейчас какие-то есть, во-первых, интересные вещи, связанные с тем, почему именно вот все это появилось в Африке, именно там вот, где-то на востоке Африки, а не где-то еще. И почему, и вот какие были пути миграции затем. То есть, например, возвращались ли, как часто возвращались обратно-назад в Африку, из Европы, например, Евразии. И каким образом попали люди на американский континент, и вообще, почему, вот что толкает, в принципе, толкал наших предков на то, чтобы мигрировать? Ну, понятное дело, когда это миграция в сторону, скажем, большей ресурсной базы, но когда это миграция куда-нибудь на крайний север, или тем более, когда они куда-то там плавали на острова, непонятно вообще, как они туда поплыли, то есть, не видя этого острова, как они до них добирались. Ну, собственно, почему в Африке возникли, потому что континент удачный, приматы-то были в разных местах, но именно в Африке скорость изменения условий среды была не слишком быстрая и не слишком медленная. Там, где были слишком медленные в Юго-Восточной Азии, ну, где климат стабильный, потому что там куча морей со всех сторон, да, все это на экваторе, ну, там все эндемики сохранились, там все долгопятые, лори, тупайи какие-нибудь, да, и там еще всякое зверье, там уже не приматное, ну, потому что мега стабильный климат. Хотите оценовый лес посмотреть, там, поезжайте на Филиппины, вот, в принципе, оно там застряло, как в этом состоянии. Ну, и все зверье вот то же самое и живет. Вот. В Евразии слишком быстро менялось, ну, и в Северной Америке то же самое. Ну, вот, поэтому там были свои приматы, но они вымерли, потому что чересчур быстро леса заменились на степи. Вот. В Южной Америке там была слишком большая конкуренция со стороны уже там появившихся до этого животных, а приматы извне прибыли там со стороны. И, соответственно, они не могли вклиниться, как бы, да, в эти экосистемы уже наземные, а на деревьях прекрасно расцвели и до сих пор там живут. Ну, вот. А Африка, она идеальна получилась, потому что она достаточно большая, чтобы там все-таки некоторая стабильность была, она на экваторе находится. Вот. А с другой стороны все-таки она большая и по центру там довольно кондитентальный климат местами, особенно в Восточной Африке. Ну, вот. То есть там горами, ну, вроде они не такие высокие эти горы, но отграничено, чтобы туда не сильно много воды заходило, чтобы там не были вот эти вечные леса, а в Эдолине Конго-то они и есть. Ну, собственно, там эти шимпанзе с гориллами до сих пор живут. Ну, вот. Хотя тоже там по-своему менялись, но вот они подзастряли. Хотите увидеть миоценовый лес, поезжайте в республику Конго или там в Габон какой-нибудь, но не факт, что вы обратно уедете, но тем не менее, зато по вон и прочувствуете миоцен. Ну, вот. Но там вот застряли. А Восточная Африка, ну и может быть Южная, а может быть, кстати, и Северная, и, кстати, даже восточная северная, потому что там находки-то отдельные есть. Ну, вот. Там климат менялся, но не слишком быстро, не слишком медленно. Ну, вот. То, что именно Восточная Африка, ну, там больше всего действительно находок, но это потому, что там больше всего искали. Вообще-то. А с Эхиландром, то это из республики Чад, да, и там куча австралопутеков из Южной Африки. А из какой-нибудь Молави там три челюсти, а из Мозамбика вообще ни одной. Но по-любому там кто-то жил. Вот. То есть, просто мы тупо не знаем, там или какой-нибудь Замбия, там Зимбаббе, да, там тоже там, ну, поздние находки там еще есть, а древних-то там особо нет никаких. Ну, там тоже были все эти австралопутеки сто процентов. Что бы там не быть-то? Там Ванголи в какой-нибудь. Но там просто никто никогда не искал, Вот. и, соответственно, не найдено. Вот. Поэтому то, что именно Восточная Африка, это просто такой глюк. Ну, там просто еще слои удачные, там они именно вот, много этих древних слоев с хорошими тюндуфыми прослойками. и туда вот экспедиции, там годами ездили, да, там нашли. Это не связано там с тем, что там урановые руды какие-то? Ой, это, во-первых, байка про Южную Африку, а не про Восточную. Ну, во-вторых, эта байка возникла там, ну, в 30-е годы, когда, да, нашли австралопитеков, появилось там понятие радиоактивности, о мутациях, там троллевали, и все это в одно сошлось. Ну, такой велосипед, который бесконечно открывают, и каждый раз там этот неофит там прозревает, и там, да точно до 100% посмотрите на карте, и все совпадает. Ну, ну, да, молодец. В принципе, я говорю, это идея уже там 100 лет близко. Вот, но, нет, эволюция, ну, первый он там, этот, который на землю стал спускаться, в республике Чад, там, с ураном все бедно очень. Ну, хотя, не знаю, сейчас какой-нибудь геолог там скажет, а, именно в Чаде есть какой-нибудь рудник, там, найти, но, короче, нифига это с ураном не связано, вот, а эволюционировали, а расселялись потом все-таки по градиенту ресурсов, все так же, и, более того, наши предки были самые тормоза, при вот этих миграциях. То есть, если посмотреть, как прочие зверюшки там бегали, там, страусы, зебры, антихопагиены, там, кто угодно абсолютно, там, слоны, павианы, все переселялись и раньше, и дальше, и быстрее, чем люди. То есть, австралопитеки до сих пор за пределами Африки неизвестно достоверно ни разу. Ну, вот, ну, кстати, человекообразные обезьянки, в принципе, вышли, ну, там, те же, я не знаю, севопитеки в итоге, да, оказались, там, превратились, там, гиббоны какие-нибудь, а вот люди именно, ну, их там, непосредственные предки, они были самые тормоза, потому что уже будучи даже двумногими австралопитеками, они были очень немобильные, они жили в зарослях, и на двух ногах далеко-то не ходили, у них пропорции-то весьма такие коренастые укороченные были, они были привязаны к зарослям вдоль рек, на самом деле, и далеко они не мигрировали, а Сахара, ну, она в таком виде, как сейчас, не была, конечно, песчаная, да, но все равно это была такая фигово проходимая, как бы, зона, ну, вот, и пока еще их за пределами Африки никто не нашел, хотя прочая фауна-то в Аравии та же, я лично допускаю, что где-нибудь в Аравии рано или поздно австралопитеков найдут, что там и бегемот, кто угодно там есть, да, собственно, чтобы австралопитекам не быть, но по факту до сих пор никто не нашел, ну, вот, первые люди за пределами Африки, это 2,4 миллиона лет назад в Зарке в Иордании, недавно с ним открыли, но там орудия, там нет костей, там есть орудия, самые древние кости за пределами Африки, это миллион 800 тысяч лет в Грузии, в Домонисе, это уже так хорошо далеко, все-таки от Африки, вот, но по морфологии это все те же самые рудольфинцы, строго говоря, вот обычных там как эргастеров определяют, но вообще по морфологии это рудольфинцы, конечно, и, ну, неважно даже как их называть, но это первые хома, так или иначе, и это галичная культура, но это вот уже как бы уровень, когда они делали орудия труда, и часто тут же звучит, что типа вот они достигли там какого-то невероятного уровня, стали делать орудия, и это позволило им выйти за пределы, вот, а что позволило страусам выйти и зайти по пять раз туда-обратно, или там свиньям каким-нибудь, ну, то есть для того, чтобы куда-то мигрировать, ни интеллект, ни орудия, ничего не надо, ну, вас не смущает, что, я не знаю, береза есть в Канаде и у нас, да, как бы, ну, и что, ветром дует, как бы, семена летят, ну, или какие-нибудь там, не знаю, бурые медведи, они по всей Евразии живут, в Северной Африке до недавнего времени были, пока их не поубивали всех, и в Северной Америке еще везде, да, странно, что в Южной нету, ну, очковые медведи вот в Южной есть, ну, я не знаю, ягуар живет в Южной Америке, леопард в Африке, да, самые древние эти пантеры, где-то там на Тибете известны, ну, ну, и то, как бы, а появились кошачьи вообще в Европе, ну, и причем это на уровне одного вида, в принципе, да, там леопард африканский, передний азиатский, европейский, ну, сейчас там в Европе особо нет, да, но на Кавказе вот там последние 20 штук там где-то живут, где-нибудь на Дальнем Востоке, где-нибудь там вообще в Индонезии, это все один и тот же вид, заметьте, ну, вот, и вас не смущает, что, как бы, они там жили, ну, люди с собой забрали, это ваши животные, ну, а ягуар это же тот же самый переделанный леопард, по большому счету, там разницы особо нет, ну, так что, ну, так что там побольше, как бы, по мордете, а так, в принципе, все тоже, ну, и вот они аж до Южной Америки добрались, вот, ну, и такого, как бы перечислять можно до бесконечности, на самом деле, причем это же не только про современность, это и про древность, про какие угодно времена, поэтому, то, что люди, тут скорее парадокс, что люди самые-таки тормоза были, вот, а то, что они шли на север, ну, собственно, а что бы и не идти на север, это вот какое-то, почему-то у всех какое-то мнение, что на севере плохо, но это сидящее на севере, нам кажется, что на юге классно, и в принципе, да, мы тропические звери, нам на юге как бы более-менее нормально, вот, но, опять же, вас не смущает, что белые медведи живут за полярным кругом, ну, медведи там вылезли из льдины, что ли, как они там появились, ну, как-то же они там тоже оказались, а моржи как там оказались, как бы, ну, тоже как бы ясно, что они не вынурлили там из недр, да, и там вот своя морж, как бы, ну, то есть, какие-то предки тоже все тропические, у кого угодно предки тропические, просто, если есть некая территория, где распределены ресурсы, есть зверюшка, зверюшка, как правило, не сильно мобильная, тем более люди, да, там пешком, сколько он там пройдет, ну, там 30 километров в день, а чаще всего он там сильно куда-то рваться-то и не будет, нафига ему надо, как ему еды и тут хватает, то есть, за свою жизнь он там будет мотаться по территории, там, 100 километров, допустим, зад вперед, ну, вот, дальше он не пойдет, потому что тут он все знает, а там он ничего не знает, нафига ему туда идти, но, вот, в течение поколения он там эти 100 километров покрывает, а рядом есть зона с ресурсами, и кто-нибудь из этой территории исходной пойдет на эту соседнюю, потому что там конкуренции нет, потому что вот они тут нарожали детей, да, и как бы слишком много людей пойдут на соседнюю территорию, пусть им там поначалу будет не нравиться, да, они будут говорить, а раньше было лучше, ну, пойдут туда, вот, еще следующие 100 километров, ну, и помножьте, там, допустим, длина поколения 25 лет, да, пусть они там в поколении, у вас проходит 100 километров, и помножьте на 5000 лет, ну, как бы я не готов сейчас в уме все это считать, ну, кто-то сейчас уже там, слушатели, я думаю, там в калькуляре тычут пальчиком, а кто-то может в уме хорошо считает, и сколько они за тысячу лет преодолеют, как бы дофига, и там за 5000 лет, но они уже окажутся хоть на Северном полюсе, там где угодно, на другом материке, и они этого не заметят, то есть каждый прошел в жизни 100 километров, вот, а 100 километров ни о чем, ничего не поменялось у него в жизни, то есть все та же самая саванна, а потом все тот же самый лес, а потом все та же самая тундра, какая разница, вот, но, причем, заметьте, что ресурсов на Севере не меньше, вообще-то, потому что конкуренция там нулевая, а стат, если это плюс оцен, там больше, строго говоря, может быть, потому что там переглициальная степь, где дофига сена, где тучи бизонов, лошадей, северных оленей, это мы сейчас всех поубивали, и нам кажется, что на Севере все очень бедно, ну вот, но мы сейчас живем миллионными сообществами на дико изничтоженной территории, где вообще нифига нет уже, где-то же нормальных лесов нету, они все уже там не то что вторичные, там где-то пятеричные, там, да, уже сто раз там вырубленные, пересаженные, и там этими стройными рядами, эти лесополосы, ну вот, и все распахано там по пять раз, снова там заросшее, снова распаханное, а зверья, ну в лучшем случае белки какие-нибудь там, в парке живут, да, и то не всегда и не везде, ну вот, но это потому что уже все деградировалось страшной силой, а там население было мизерное, то есть эти там пять человек на территории 100 километров, и на них там тысячные стада копытных животных, а что бы там и не жить, собственно, ну да, холодно как бы, ну так, на то они и люди, ну то есть, шерстистые носороги за полярным кругом, как оказались, а недавно он носорога мерка нашли вообще в Якутии, в Заполярье, в Заполярье, носорог мерка, который всю жизнь считался тропическим зверем, вот, он такой хорошо доказанный, носорог мерка, там, в Иркутске есть носороги мерка, причем-то, это он недавнее, ну то есть это прям конкретно ледниковый период, мамонты, это в ледниковый период, да, это прям ледниковый-ледниковый, вот, в Заполярье, в Ледниковой, когда в Крыму северные олени паслись, да, они в Заполярье тусовались, ну вот, и, ну это носороги, которые вообще-то тоже, как бы, зверь-то тропический, исходно базовая, ну вот, или слоны, мамонты, как оказались, мамонты в Заполярье, там, в той же Америке, они, да, прошли, благополучно, хоть до Техаса, они там взорнулись, ну вот, причем, это же тоже исходно, ну где-то там плюс-минус в Африке, короче, ну вот, и ничего им не помешало, как бы, жить на севере, вот, или какие-нибудь там стеллеровые коровы, да, это же тоже Афротерия, то есть, самые древние сирены, это вот там Портетис какой-то, там, ну, самые древние мужчины на Ямайке найдены, да, ну и где-то вот там, какие-то Испания, там, Северная Африка, туда-сюда, вот, а стеллерова корова на этих Командоурских островах, или где-то там, ну вот, то есть, ну это так хорошо тоже на севере, вот, ну ничего, как бы не мешает зверюшкам, как бы туда-сюда мигрировать, ну если для этого есть дофига много времени, чтобы адаптация происходила, ну вот, а у людей еще и культура есть, то есть, людям даже не надо биологически под это адаптироваться, ну вот, ну то есть, биология мешала, кстати говоря, потому что у нас подшерсток-то исчез, чтобы узнать когда, и поэтому обрасти шерстью мы не могли, поэтому мы медленнее, чем слоны и носороги, мигрировали на север, ну мамонты и носороги гораздо бодрее сделали, ну вот, а мы были тормоза, вот, поэтому надо удивляться не то, что мы оказались на севере, и там где-то в Америке, а то, что мы такие тормознутые, но ягуары оказались в Южной Америке сильно-сильно раньше, чем люди, ну вот, им не помешали, там ни Берингов пролив, нифига, ну вот, а нам мешали, очень-очень долго, и мы вот оказались там в той же Америке, ну дай бог там 20 с чем-то тысяч лет назад, ну вот, ну может там 30 с копейками, и то сейчас вот там, оспаривают эти даты, там видимо полная фигня, ну вот, ну 20 с чем-то может быть, вот, но это вообще ни о чем, на самом деле, вот, ну в Австралии где-то там от 50 до 40, ну там достоверно 43, там менее за 45, еще менее там 48-49, ну даже 50 достоверно ни одной цифры нету для Австралии, вообще ни о чем, ну вот, а там, не знаю, грызуны, ну, в курсе, да, что в Австралии там порядка 50 видов грызунов эндемичных, которые как бы не людьми завезены, а которые там просто как бы вот сами, туда заплыли каким-то образом, то есть мыши какие-то преодолели, то есть пролив, а люди не могли, и у них там 50 видов грызунов, и один вид людей, ну, как бы, ну а уж молчу там про летучих мышей, ну и тем-то вообще там все, бог велел летать, ну вот, так что, если мыши смогли это сделать, да, какие-нибудь там широконосые обезьяны, еще там 26 миллионов лет назад, если не раньше, из Африки добрались до Южной Америки, через Атлантический океан, ну вот, а индейцы пошли круголем, там через Берингов пролив, там через Панамский перешей, ну то есть так гораздо хитрее и дольше, и люди это сделали вот там 22 тысячи лет, да, а широконосые обезьяны 26 миллионов лет назад, а Колумб вообще там, ну, Колумб до Южной там вообще не очень, ну, где-то до Южной он где-то тоже там доплыл, ну вот, ну и там всякие прочие, эти там плавали уже там в каком-то веке, там 1490 какой-то год, ну вот, ну то есть это вообще как бы, а обезьяны на каком-то бревне доплыли. А вот им же надо, чтобы именно не просто доплыть, а чтобы там какая-то популяция была, ну чтобы там не одна обезьяна, там, ну 20-30 обезьян приплыла. Ну, во-первых, теоретически это могла быть одна беременная самка, так вообще там, ну вот, ну а почему бы и не 20-30, то есть смотрите, если это древние вот эти предки широконосых обезьян, ну они же кости-то есть, эти всякие там, да, бронесела какая-нибудь, она размером вот такая вот, ну маленькая совсем, то есть она крошечная. У вас есть дерево высотой там, не знаю, 20 хотя бы метров, ну а может там 60, все такое разветленное, раскидистое. Группа там в 10 этих обезьян на этом дереве, они могут жить там месяцами, вообще не слезая с этого дерева, потому что, ну для них это целый мир огромный. целый город. Ну вот, вот падает это дерево в речку, там сидят эти обезьяны, да, ну кто-то там из них потонет, как бы, а кто-то будет на этих ветрах сидеть, ну как бы они обезьяны. Вот, плывет это дерево там, допустим, две недели, вот, ну если там пару раз дождик пройдет, где-то в коре там будет вода пресная, ну, от жажды они там не сдохнут. Ну вот, ну в принципе, это влажный климат, еще там 20 миллионов, там дожди могут хоть каждый день идти, в принципе, то есть от жажды они не загнутся. Ну, листвы там на две недели им хватит, в принципе, они маленькие, эти обезьянки. Ну, какие-нибудь там, если плоды и орехи, да, там будут висеть, ну, тоже там за две недели они там низко кожатся, как бы. Ну вот, ну и какое-то количество этих обезьян вполне себе догребет. То есть вероятность этого, конечно, катастрофически низка, но, когда это происходит на протяжении миллионов лет, миллионов лет, и миллионы этих деревьев, ну, рано или поздно, там, как бы, любое очень маловероятное событие при гигантских численностях, оно становится неизбежным. Это такая аксиома. Ну, и здесь то же самое. И не только обезьян, там, кто только не плавал. Ну, а, как бы, вот, есть гигантские черепахи, да, одни седаты на Галапагосах, другие на Сейшерских островах. Ну, то есть одни в Тихом океане, другие в Индийском. И между ними, ну, как бы, вот, как бы вообще вроде никаких контактов. А в недавнем прошлом такие гигантские черепахи жили везде, и они наземные, они не водоплавающие вообще ни разу. вот, то есть, ладно еще какая-нибудь там, мегалайня, она еще более-менее там водяная, ну, могла там догрести до этих, вон лату, как они. А эти-то наземные, сухопутные, ну, ничего, как бы это черепаха, вот ее волнами выносит, она там втянула голову и гребет, как бы, большинство сдохнет, как бы, само собой. Ну, вот, а там парочка за миллионы лет доплывет там куда угодно. Вот они там по всей планете жили, пока их люди там везде не поубивали уже, жили в общем практически по всей планете. Ну, за опять же за миллионы лет, когда там эти черепахи появились, там вообще, в мезозое, наверное, ну, как-то успели расселиться туда-обратно. Хотя понятно, что каждая конкретная черепаха, она жутко тормознутая, ну, но и далеко она там не уковыляет, как бы, никак. Ну, за миллионы лет по всей планете. А люди, ну, это люди все-таки, вот, я говорю, что они самые при этом тормозные оказались, то есть, нормальные стали расселяться, уже там, начиная с эргайстров где-то, у которых ноги стали длинные, ну, когда просто мы по пропорциям видим, что вот они стали ходячие, нормальные для пасования. И вот тогда, да, по всей планете. И то, первые это расселялись только в тропиках, вот всякие эти эректусы, они даже в субтропики толком не выходили. Ну, вот, потом только Гильдбергенсисы еще спустя, там, полумиллиона лет, стали расселяться в умеренный климат. И то, он такой умеренный тоже, там, с носорогами, слонами, тропическими вполне себе. Ну, вот, потом, когда они туда расселились, холода к ним пришли, то есть, сидящие уже где-нибудь в Германии, в тропической Германии, да, со слонами и носорогами, вот, вдруг, неожиданно, климат стал портиться. Вот, кто-то там мигрировал, понятно, на юге, а кто-то там, да, приспасал, тем более, у них уже огонь был к этому моменту, жилища они строили, ну, собственно, шкурки стали сдирать, там, одеваться, и это не они шли на север, это север пошел к ним. Ну, потом, вот, они стали там неандертальцами, и то неандертальцы до последнего времени старались жить-то, в общем, более-менее в теплом климате. Ну, сапиенсы, вот они там все рекорды, да, побили, там, на север приперлись, куда угодно. А получается, вот, в Америку, там уже попали только сапиенсы или другие, ну, тогда вот, понятно, как могли туда попасть обезьяны, да, случайно там упало дерево, но как наши предки решили, вот, давайте сядем на бревно и поплывем, зачем плыть? во-первых, есть гипотеза, что, может, они и плыли, потому что мы знаем, что 30 тысяч лет назад люди оказались на островах в Меланезии, там, какая-нибудь Бука, там, или Бугенвиль, куда точно надо плыть, там, точно не было сухопутных мостов, и там расстояние, такие там, местами в сотни километров по морю, то есть, это 30 тысяч лет назад они уже точно плавали, ну, в Австралию они же догребли, там уже гребли, они не послушали, ну, а там вот от 50 до 40 тысяч лет, то есть, там, ну, как минимум там 43, и ничего, приплыли, как бы, ну, а почему бы и нет? У нас есть те же Хоббиты на Флоресе, да, куда тоже надо было там несколько проливов преодолевать, вот, а у них мозгов там 400 грамм, ну, у предков там килограмм было, но это все равно пятикантропы, они ничего, доплыли, как бы, то есть, опять тоже на каком-то бревне. А почему им мешало сделать лодку, собственно, почему бы с килограммом мозга не сделать лодку, вот, в Средневном море, там, и на Крите, и на Кипре есть орудия, и на всяких там островах в этой, в Греции, ну, которые точно были островами, и там есть орудия, местами это тоже, ашельские орудия, ну, в Греции, это еще там, амустье, допустим, неандертальцы, ну, там точно надо было плыть, построили лодку, а почему бы неандертальцы для пятикантропа не построить бы лодку, ну, собственно, это загвоздка, взять, сделать бревно, там, выдолбить его, да, но у них много килограмм, в принципе, современных, ну, у меня 1200 где-то там, плюс-минус, ну, то есть, я не сильно-то превосхожу этих пятикантропов по размеру мозга, да, но я не умею, правда, строить лодки, но было бы нужда, наверное, научился бы, ну, вот, и почему бы им не сделать, вот, а уж в Америку-то они вообще по суше пришли, не надо было лодки строить, потому что там был Беренков пролив, там, правда, вечный спор идет, насколько там был сухопутный путь, как бы, да, потому что там ледники лежали, они там все это перекрывали, то и дело, но медведи оказались, бобры оказались, бизоны оказались, лошади бегали, вза вперед, там всякие эти верблюда, там кто угодно шлялся, там волки, ну, там можно долго-долго перечислять, да, и если они все прошли, собственно, что бы людям не пройти, сильно раньше, чем люди, люди были самые последние, гиены проникли, вот единственное, кто не проник, это шерстистые носороги, вот их пока еще в Америке никто не видал, свои гайки там были, ну вот, олени там всяких полным-полно, да, ну, да кто угодно, я говорю, там гиены, львы, те же ягуары, ну, гепард там свой какой-то появился, но все равно там пумы, кошачьи-то, они все равно из Евразии пришли, ну, вот, медведи, ну, там долго-долго, там слоны, и все ходили, причем туда и обратно ходили, в обе стороны, ну вот, а люди вот самые распоследние тормоза доползли туда наконец-то, ну вот, ну, у нас, я думаю, главное ограничение было отсутствие подшорска, что мы, будучи приматами, его потеряли еще там 30 миллионов лет назад. А почему? Это был просто какой-то артефакт, или это имело какое-то приспособление, да? Ну, потому что приматы, они в какой-то момент, ну, где-то там 45 еще миллионов лет назад, и около того, стали дневными, и довольно крупными, и древесными, и подшорсток, он актуальность потерял, потому что, ну, если быть активным днем, то, как бы, ну, большой, за ночь он не остывает в тропическом климате, ну, в тропинке, ну, вот, а днем, типа, подавно не надо, как бы, и все, он исчез, вот, ну, и потом, соответственно, без подшорстка осваивать север было сложно. У меня, кстати, есть некоторая загадка, как у слонов, снова шерсть возникла, потому что у мамонтов шерсть была такая от души, а у предков, вроде как, она уже практически исчезла, и как у людей, почему не это росла? Все-таки генетика какая-то там у них сохранилась, и заново появилась, ну, то же самое с носорогами шерстистными, да, как-то же они обросли, тем не менее, обратно назад, ну, вот, но вот мы как-то не обросли, ну, вот, не получилось, и поэтому, может быть, это было главной проблемой, то есть надо было развить способность там обогревать себя, там кострами, шкурами, такие-то чумы строить, и вот, видимо, у гильдбергенцев, неандертальцев на это не хватало, ну, чтобы вот преодолеть вот этот рывок, сделать через Берингов пролив, то есть где-то они там на север продвигались, но самые северные неандертальцы, единицы какие есть, это все-таки Алтай, ну, вот, и это, ну, не север как бы, да, ну, на Урале они еще там север не продвигались, ну, ну, в европейской части, там довольно далеко, там даже в Северном море есть, находки там в воде, но в Сибири, все-таки это Сибирь, там гораздо суровее климат, и там вот они далеко на север не шли, ну, может еще там до Байкала, какого-нибудь там доходили, да, но не севернее, ну, вот, и в Якутии до сих пор никто еще не нашел, ни неандертальцев, ни денисцев, там есть, конечно, Деринк-юрях загадочный, где кто-то был, ну, там страшные булыжники, какие-то колоты, ужасные, с древностью, вроде бы, там может быть от 100 до 300 тысяч лет, но там и датировки невнятные, бложники невнятные, ну, вроде как орудия все признают, но кто их там делал, вообще никто не в курсе, вот, понятно, ну, хотя это так довольно сильно на севере, но вот в Америку достоверно никто не прошел, хотя, фиг знает, может там еще и найдут, в Америке, на удивление, очень плохо там исследовали, на самом деле, ну, вот, поэтому я вообще ни разу не исключаю, что какие-нибудь пятикантеры, потом таки пролезли, ну, какие-нибудь там, денисцы, ну, их было, может там не сильно много, и поскольку американские археологи как-то очень погано копают в Америке, я уж не знаю почему, когда там где-нибудь в Израиле, они копают нормально, в Африке нормально, а в Америке очень фигово, вот, я думаю, что может быть с этим, это связано с грантовой системой, то есть тот, кто способен получить большой грант на раскопки, он тут же валит куда-нибудь там, в Африку, ну, вот, а тот не способен, он копает у себя в Америке, копается здесь на фигово, копает там, ну, вот, не знаю, честно говоря, это моя такая гипотеза, но не уверен, вот, но по факту у них просто очень плохо поставлена своя там местная археология, еще может быть потому, что там особо нечего копать, что у нас-то археологи могут пойти там, скифов, средневековья, там, татаро-монголок, каких-нибудь куннов, там, кого угодно, там, бронзовый век, там, неолит, там, не залит, там, все что хочешь, там, хоть до этих пяти кантропов, а у них только индейцев, ну, тоже европейцы копать древних неинтересно, хотя они там от бедности иногда это тоже делают, ну, как бы там по хроникам все известно, и так все уже написано, ну, что там копать-то особо, а, соответственно, нету опыта, и нету школы нормальной археологической, вот, а индейцев копать, ну, во-первых, там, политкорректы сейчас не позволяет, да, раньше расизм не позволял, вот, а сейчас, как-то, опять же, ну, скучно, как бы, что там, индейцев там, ну, там, бедные все эти стоянки, больше честно, то есть, ладно еще, когда это Мексика какая-нибудь, да, ну, там свой уклон, там все тут же включаются, там, майя инки, какие-нибудь от стейки, да, там, ну, в Южно-Центральной Америке, там все эти города, письменность, там, рельефы, все эти там такие прикольные штуки, там, искусство богатое, а древность, она унылая, как бы, ну, там какие-то эти наконечники, там две штуки будет, там все стоянки, и, как бы скучно, вот, и все тут же переключаются, вот, на этих вот там, ну, и в итоге про древность мы ничего не знаем, а может быть, запросто, там найдутся и какие-то там пятиконтропы, ну, несколько раз их даже анонсировали, так или иначе, вот, но каждый раз это оказалось либо фигней, либо недоказанное, либо как-то спорное, там антропология была какая-то, очень такая непонятная, и археология, но каждый раз это вот как-то так, фиг поймешь, там вот, допустим, в этом, Лагула Санта есть такое место, в Бразилии, и там в какой-то момент оттуда выкопали череп, очень такой архаичный, прям такой, с толстыми стенками, с ужасными бровями, при этом с очень выпуклой лобной костью, вот, а потом оказалось, что это склеено там, из пяти, что ли, кусков разных, и вроде как это типа подделка, но куски-то настоящие, самое интересное, то есть склеено-то оно из разных черепов, ну, ну, и видимо оно не то, что подделка с целью там, кого-то обмануть, а просто по криворукости, там, какой вот был, набор там суповой, да, кто-то там сел, и мастикой все это там замазал, ну, так, чтобы это был единый череп, как бы, ну, такое искусство в своем роде, ну, вот, и видимо обманывать он никого даже и не собирался, ну, там, трудно понять, потому что никто не знает, кто это вообще делал, вот, потому что это нашли уже в музее, в коробке, вот, ну, то есть исходно понятно, что это из Логласанта, как бы, там просто табличка была, а, как бы, кто вот занимался склеиванием, неизвестно, но это Бразилия, как бы, ну, а потом все это, видимо, сгорело тупо в пожаре, когда пожар был в музее, и куда-то сгинуло с концами, но интрига в том, что куски-то настоящие, то есть, склеено-то оно там, кое-как, а сами фрагменты-то настоящие, но их никто толком не исследовал, то есть, все как-то сошлись, а это типа склеено, ну, и фигня, типа, а вообще, как бы, надброви-то там единый кусок, ну, правда, монстрическое, то есть, там прямо такой, ее какой-то рельеф, ну, то есть, прям конкретно подходит под пяти кадром, я бы вообще посмотрел вблизи, но потом был пожар в бразильском музее, и привет, как бы, а может, до сих пор где-то лежит в ящике, у кого-то в коллекции, наверное, ну, как бы, я вот не знаю, потому что это Бразилия, там и не проверишь ничего, куда это надо ехать, да, там учить португальский, и там, чтобы тебя не прибили еще где-то по пути, но я вот не готов, честно говоря, никто вполне готов. А вот, в принципе, такой взгляд на миграцию людей, что уходили, в первую очередь, люди, которых там изгоняли из племени, или наоборот, те, которые там стремились к путешествиям, в принципе, не так близко к действительности, да, то есть, не заскать так, что там самые любопытные, просто вот они дальше всех ушли, нет, ну, это было просто так вот постепенно, всегда вот с одной скоростью, где-то вот на 100 километров, ну, оно и было самым любопытным, другое дело, что вот это стремление к путешествиям и любопытство было принципиально важным для выживания признаков, без этого быть невозможно было жить, в принципе, но это даже в генетике отражается, на самом деле, есть вот там какие-то гены аллели, которые отвечают за вот эту непоседливость, да, если что, про дофаминовые рецепторы, во-во-во-во, да, и, соответственно, у бушменов там количество копий генов, там какое-то одно, а у китайцев другое, эти домоседы, а этим прям вот шило в известном месте, и они не могут сидеть, так это классический отбор, естественный, потому что если это будет бушмен-домосед, он за там две недели сожрет ресурс как бы на местности, да, и помрет с голоду, вот, а если это будет непоседливый бушмен, он будет все время стремиться куда-нибудь пойти, и он будет жить, потому что он как бы охотник, он должен ходить, и, собственно, все древние люди, ну, если мы там про каменный век говорим, они все были такие по определению, потому что они вынуждены ходить, они не могут на месте сидеть, потому что иначе просто еда кончится, ну, вот, он живет каждый день, как бы, да, а зверюшки, они тоже ведь боятся и пугаются, то есть если вы прибьете бизона, то эти бизоны на это место в следующий раз, может, и не придут, ну, бизоны, они еще туповатые, может, и придут, да, какие-нибудь там мамонты точно свалят там за 300 километров, и потом будете их там долго еще искать, вот, поэтому вот древние люди точно должны все время перемещаться, и не надо кого-то там изгонять, не надо быть каким-то там особо любопытным, просто они как бы просто двигались, ну, если у вас будет просто вот такое броновское движение, ну, рано или поздно они у вас окажутся по всей планете. А сколько раз они выходили, получается, из Африки, и возвращались ли они туда-обратно? Возвращались 100% и бродили, сколько влезет, там считать невозможно выходом, потому что это не то, что было, что там наступил час икс, и мы выходим из Африки, вот в Евразию, покорим же ее, там по картам, там по Глонассу, ну, нифига, как бы, это были вот эти маленькие группки, да, которые даже племенами назвать невозможно, по сути дела семьи, и вот это вот бронзское движение, и кто-то выходил за пределы Африки, причем там разными путями потенциально могли выходить, ну, могли через Суэц, могли через Баб-Пальмонтепский пролив, и даже вероятнее всего и там, в общем-то, и было. Ну, через Суэц, там через пустыню надо переться, там сложно, ну, и через Габарлатар еще теоретически, но там уж больно прибой сильный, ну, хотя, может, и там периодически было, я не знаю, но через Баб-Пальмонтепский точно, потому что там просто по культурам это видно, потому что где-нибудь там в Эритре, что там еще есть рядом, да, и там в Йемене в каком-нибудь там совершенно все одно и то же, и там и фауны, и флоры, и орудия, и все, ну, так что в Аравии пока им из древних людей, там небогатая как бы антропология, ну, в костях, а с орудиями там все в порядке, как бы они исследованы, ну, там просто условия сохранности от пустыни, там осадка накопления практически нету никакого, и те осадки, которые накопились когда-то, они разрушены очень основательно уже там, в ветвине всяким, ну, и поскольку это еще арабские страны, там тупо науки как бы нет, и там трудно работать, допустим, если наши туда приезжают, да, ну, это как бы надо с арабами уметь общаться тоже, ну, чтобы там, ну, и там вечные войны какие-то, в Йемене вот сейчас там какой-то бардак там вечный, да, и как-то неприятный, ну, так что там немножко исследовали, что-то там есть, но как бы проблемы чисто такие политические, ну, вот, а древних людям ничего это не мешало, и поэтому количество выходов посчитать невозможно в принципе, не было количества выходов. Ага, я просто помню, в какой-то момент там каждый месяц выходила какая-то статья, в которой там вот оказывается выхода там был один, выхода было два, выхода было три, или нет? Их на самом деле было там... Совсем недавно, в 21-м году была статья, где тоже там было посчитано 5, по-моему, выходов по орудиям, там какая-то конкретная стоянка, и они проследили где-то там на Близнем Востоке, я сейчас даже не вспомню точно где, но неважно, где-то на Орлимском полуострове несколько разных культур, которые согласуются часть с африканскими, там, средним каменным веком или там, атерской культурой, и часть с европейскими, с неандертальцами, там, этими львовом устье какой-нибудь, и, соответственно, вот они высчитали, если я правильно помню, 5 там этих миграций, в том, как бы, то из Африки туда приходили, то из Европы приходили, вот они там как-то взад-вперед там тусовались, ну вот, но это на конкретной стоянке по конкретным слоям, ну вот, и там, да, там 5, как бы, вот в эту пещеру они приходили 5 раз, а в соседнюю пещеру 45 раз, как бы, а в ту 1, как бы, ну, в зависимости от того, какая пещера удобная, и кто это как еще копал, и насколько качественно это делал, тем более опять же, если, допустим, у вас есть слой, допустим, левуа в мустье, да, толщиной там, не знаю, в 15 сантиметров, этот слой накапливался там, скажем, не знаю, 10 тысяч лет, может быть, и у вас орудие, которое лежит вот здесь и вот здесь, между ними 10 тысяч лет, может быть, запросто, а 10 тысяч лет, это как от нас до начала производящего хозяйства, и то в самых первых проявлениях, да, ну вот, а на нашей территории там чуваки еще бегали там с лосями там с этими микролитами в это время, ну вот, и за, понятно, что эти 10 тысяч лет этих миграций могло быть там, да, сколько угодно, ну, хоть в год по штуке, да, там 10 тысяч миграций могло быть, ну вот, но вы их не различите, потому что это одни и те же люди с одними и теми же орудиями бегали взад-вперед, и вот это считать за отдельной миграцией, не считать, культура та же, а бегали они безостановочно, потому что, ну, у них вся жизнь была, как бы, на ногах, ну вот, и в Африку тоже приходили, у нас то же самое Львула-Амустье, ну, оно возникло-то, видимо, за пределами Африки, а по всей Северной Африке оно и есть, ну вот, и орудия Среднего Каменного Века африканские есть, аж на в Индии, ну, и по всему Ближнему Востоку в том числе, ну, то есть вот они туда, как бы, ходили, да, а я уж молчу, какие-нибудь арабы, что они делают в Африке, как бы, они же там, что ли, появились, ну вот, ну, это вот самая последняя миграция, да, которая вот пошла оттуда, а сейчас какие-нибудь сенегальцы рядом с Эйфелевой башней продают эти маленькие Эйфелевой башни, что они там делают? Это тоже миграция, вот, вполне себе, вот, из Африки, из Западной, вполне себе, как бы, Пруссо, Европу, ну, у нас, вот, я не знаю, если мы тут, даже по этому зданию, думаю, пройдемся, мы увидим результаты миграции, там, я вот когда заходил, вот это здание видел, вот, и на улице, там, где угодно, ну, любой большой город современный, да, если посмотреть, там, вот, я сегодня африканца видел, где-то вот, уже в Москве, ну, вот, то есть этих миграций, да, там, даже если по моим предкам посмотреть, я родился в Чите, ну, ну, я как бы европеоэт, что, как бы, мы предки забыли в Чите, но вот в советское время, там, моих родителей распределили, как бы, да, в Чите оказались, а я обратную миграцию совершил, вот, читайте, за миграцию или нет, то есть сейчас я живу, значит, в Москве, условно, да, вот, у меня папа из Подгомеля, как бы, исходно, хотя родился в Туле при этом, вот, а мама, значит, то ли из Ивановской, то ли из Владимирской, там, трудно сказать, потому что там родня, как бы, и там, и там, вот, но, как бы, родилась она там где-то, жила там в детстве в Коврове, а потом, значит, с моим папой, значит, они познакомились в Ленинграде, да, а я родился в Чите, и вот это все миграция, да, а живу сейчас здесь, вот, ну, и там, да, если мою жену взять тоже там, там, из Польши, там, откуда-то, и там, кто-то вроде из Украины, а родились они в итоге в Олмской области, вот, а она сама родилась в Москве, вот, ну, и вот, как бы, вот это все колображение, это вот на протяжении, там, двух поколений буквально последних, да, а в каменном веке все было гораздо проще, потому что у них не было прописки банально, да, и они вообще как бы не земледельцы, они привязаны к местности, ну, вот, они взяли, откочевали, ну, в Мальте, допустим, и в Бурите, фигурки, да, и, кстати, орудия тоже в немалой степени, дофига похожи, там, некоторые даже эти наконечники, прям один в один, на то, что где-нибудь в Германии, там, или там, в Чехии, в какой-нибудь, ну, там, в Костенках, там, где угодно, ну, то есть, где Иркутск, и где Чехия, вот, а культуры реально похожи, вот, ну, потому что это одна и та же степная зона, с одними и теми же, там, этими бизонами, мамонтами, лошадями, там, северными оленями, чего бы по ней не бегать зад-вперед, вот, и даже пешком, поясню, что каждый пешком там не пройдет такое расстояние, отдельно взятый человек, ну, хотя иногда могли очень даже прилично ходить, вот, ну, самый такой классный пример, который мне тоже жутко нравится, вдоль Невестойницы 35, это чувак, который найден, бедренная кость найдена вдоль Невестойницы, вдоль Невестойницы, это в Чехии, ну, это практически центр Европы, вот, ну, в тот момент, 26 тысяч лет назад, это был край Европы, потому что там северний ледник уже лежал, там особо севернее нельзя было продвинуться, ну, вот, но полиодетологический анализ показал, что всю жизнь он питался морской пищей, ну, вот, а море ближайшее, адриатическое, оно было, дальше, чем сейчас, потому что уровень океана был ниже, и это как бы там не рядом, мягко говоря, ну, это практически вся Европа тогдашняя, да, но сейчас это полу Европы, а тогда ледник лежал, поэтому была вся Европа, и значит, он жил где-то вот на берегу моря, ну, не факт, что адриатического, может там какого-нибудь другого этого, ну, по-любому среднеморского, наверное, ну, какого-то средиземного, там вопрос какой-то точкой, и он прошел, а между как бы морем и Чехией, там еще всякие Альпы, да, по центру, там правее, там всякие эти Балканы, вот, и где-то он там между этими горами петляет, ну, явно не по прямой он шел там, сейчас это не было, ну, вот, где-то он таки прошел, вот, всю тогдашнюю эвакуумену, фактически, один человек, причем, довольно быстро прошел, раз у него вот этот полидизологический анализ показывает мужскую пищу, ну, вот, то есть он довольно бодренько там промаршировал, ну, где-то вот помер в этой Чехии, да, от него вот безринокость сохранилась, это индивидуальная вот миграция, как бы, на вот всю тогдашнюю Европу, то есть мог пройти человек. Это как история про мужчину, который поссорился с женой, где-то в Москве, и потом пешком до Крыма дошел, чтобы успокоиться, он решил пойти, чтобы успокоиться, вот он, наверное, тоже там на море там не поделили, там что-то устрицей такое, ну, ладно, и ушел. Ну, про этого мужа, конечно, ты не слышал, недавно было совсем, но вот это, похоже, его корни и корни. Не, есть же тоже претендивный, когда какой-то мужик там потерялся где-то в США, если не в Канаде вообще, ну, в США, а потом его нашли, по-моему, в Бразилии, что-то такое, вот, причем он шел пешком, ну, то есть он там что-то немножко было, как бы это, со сдвигом, вот, не очень в себе, но он прошел какую-то там фиговую тучу границ, вот, у него не было документов, вот, у него не было денег вообще, в принципе, вот, и он вот пешком прошел, я не помню точно откуда, по-моему, из США, я даже не точно помню, там, в Бразилии, где-то его там в какой-то библиотеке, причем там нашли в итоге, ну, вот, и как вообще-то, никто не знает, он сам сказать не может, потому что у него там не очень адекватен, как бы, его потом какой-то брат там как-то опознал, там, что-то такое, вот, ну, вот, можно даже сейчас с границами, таможнями и всем этим геморроем, да, и то люди умудряются, ну, вот, а уж, уж тогда как было спокойно, да, можно было, там, единственное, какое было ограничение, это соседи, вот, чтобы тебя просто не прибили, как бы, да, потому что пока идешь по чужой территории, там тоже кто-то живет, и он, может быть, будет не очень рад, как бы, этому моменту, вот, но есть такое ощущение, что в верхнем палеолите, уж тем более раньше, может быть, у них территориальности не было такой, как сейчас, ну, современные охотники, они, как правило, весьма территориальные, они очень чутки, как бы, этим делам, вот, ну, если где-нибудь в Сибири, там, пойти охотиться просто в лес, там, тебе просто могут прибить нафиг, потому что, как бы, вся тайга поделена, все, как бы, чьи-то делянки, и у каких-нибудь австралийских аборигенов, ну, сейчас я не уверен, не знаю, все-таки они цивилизованы уже, да, а еще там 50-100 лет назад, там, все очень строго было, то есть, если бы приходишь на чужую территорию, либо ты должен прийти с подарками, как бы, заявить о себе, я пришел с подарками, по таким-то делам, либо тебя тупо убьют, как бы, потому что ты, как бы, тут нафиг никому не сдался, ну, ну, и там в других местах то же самое примерно, но современные охотники, это все-таки уже такие несчастные охотники, потому что все самые хорошие места заняли земледельцы и скотоводы, и охотникам им деваться некуда, они вынуждены вот это все на деляночке разграничивать, да, потому что, ну, как бы, иначе им не прожить, а тогда-то плотность населения была несравнимо меньше, а зверя было несравнимо больше, ну, просто вот несравнимо больше, даже вот несопоставимо, ну, банально там, если почитать, записки каких-нибудь там казаков, которые где-нибудь там по Сибири шлялись, и какую-нибудь там Северную Америку открывали, там тоже, ну, вот я буквально только что читал там записки там Шелихова, там еще кого-то, мы там типа высадились, там два часа провели на берегу и увидели следы медведей, рысей, там еще кого-то, еще там нерпы какие-то плавали, там пятое-десятое, то есть они за два часа пребывания на берегу увидели зверья, сколько я вообще там запарки сколько за всю жизнь не видел, ну, вот, ну, то есть это на Аляске происходит дело, да, то есть, потому что там индейцы, охотники есть, ну, там как бы не то, что безлюдная территория, это, и они нашли следы и людей, и собаки еще, да, какой-то там остывший очаг, там, вот, и зверья, там такой список идет, то есть это вот они за два часа просто прогулялись там где-то по берегу, набрали воды, загрузились обратно на корабль, поплыли, ну, вот, и там птицы там тоже там переселение, какое-то сумасшедшее, это Аляска, то есть это мега бедная, казалось бы, территория там, да, уже такая прилетниковая, с вечным мерзлотой, где вот, казалось бы, вообще люди жить не должны по-шилогическому, по-нормальному, ну, вот, это 19 век, когда уже там, вот, европейцы туда забрали, да, русские там, казаки, ну, пусть они там первые еще там более-менее, но тем не менее, ну, вот, а в Палеолите все было гораздо лучше, на самом деле. Там они еще и не боялись, наверное, то есть там уже было и попроще. Да, то есть они вообще, как бы, не парились. Тем более, что вооруженность у всех одинаковая, как бы, да, но эти с копьями, так и я с копьем, как бы, в чем проблема. Ну, вот, поэтому есть такое мнение, что вот у них, может быть, территориальности, как таковой, это и не было. То есть, зачем, как бы, территориальность, если там тундра, там тундра, да, ну, и как бы, там олени пасутся, там олени пасутся. Ну, то есть понятно, что лучше все-таки территорию знать ну где там загнать можно да там обмануть этих зверей там подкрасться как-то салончики там эти салонцы смысле да что там где-то они там собираются зверюшки там водопое вот но в принципе если человек как бы с головой то ему это как бы не сильно мешает но опять же если почитать там записки про ивенков которых раз территориальности там особо-то какой-то не было запредельный но тоже он там пошла семья там началась какая-то оспа там эпидемия да и вот там эти венки снялись и свалили там за 2000 километров но вот по совершенно незнакомой территории где просто людей никого нету да ну в общем случае другие такие же венки но и ничего им не мешало не знание территории лучше тут лоси тут лоси тут медведи тут медведи ты какая разница как бы охотиться и там и там вот пресский мозг такие же записки есть у там с 19 века там вообще в таком духе что типа тоже началась там голод да тут они все съели и взяли откачивали там из канады в гренландию там тоже там за пару тысяч километров а потом какой-то значит из этих чуваков которые в гренландии уже там жил довольно долго решил навестить родню просто вот поедет поеду к игроком помню что там типа 15 лет назад у меня в канаде была родня сел на санке там собак запряг там не оленя собак да и поехал правда не доехал там ну вернулся обратно ну там тысяч километров туда-то еще обратно таки сделал в одно в одно рыло как бы да просто один человек а в чем проблема тогда то есть еды ему как бы он в любой точке произвольные найдем себе чем пропитаться и он не привязан никак вообще к местности говоря почему ему здесь жить общую блинам полиолития с этим было гораздо проще их жили люди конечно без загранпаспортов там ну да ну жили зато 20 лет ну по 20 лет до 20 лет гуляли знаешь вот по поводу как раз миграции и что-то был такой скажем такая скользкая тема немножко по поводу того что взаимодействие с неандертальцами наши предки их естественно в какой-то момент вытеснили но были эпизоды скрещение с неандертальцами мы знаем что они присутствуют в нашем геноме и вот вопрос а с другими какими-то нашим ближайшим родственник может денисовцы или может быть там вообще ректусы или еще более ранние были какие-то достоверно задокументированные скрещен или это неизвестно по генетике с денисовцами смешивались да причем чем больше изучает тем больше этих смешений как бы обнаруживается то есть до недавнего времени было там просто одно смешение денисовцами потом 2 смешения с денисовцами типа как-то отдельно с северными отдельно с южными а последняя статья которая на эту тему было там четыре по моему они насчитали уже разных смешения с денисовцами в общем с разными как бы вариантами в разных местах и в разное время ну а я не смеюсь что их было еще гораздо больше но потому что опять же там местами просто по генетике не особо-то различишь вот и это же смотрели каких-то современных конкретных людей и у кого-то эти следы там сохранились а вот не сохранились ну вот и соответственно у кого-то они разные но для этого надо перешерстить все население там индонезии которые никто толком не изучал никогда честно говоря ну где вот самые такие бодрые смешения происходили плюс есть примесь не пойми кого некоторых африканцев в западной африки частично там центральной южной там есть некие генетические последовательности не пойми чьи то есть как бы вот весь геном сапиент как бы да вот неандертальщины там у них нет денис их нет уж они в африке все время сидели зато есть какие-то последовательность которые вот какие-то другие ну прям кусками здоровыми большими поэтому недавние примесь это где-то порядка там 20 тысяч лет и меньше может быть да может чуть побольше но в любом случае это меньше чем смешение неандертальцев единица ну по времени если меньше вот а куски то больше вот и там непонятно от кого потому что мы не знаем с кем бы они там могли смешиваться вот такие же нашли кого-то в этой западной африке но поскольку у нас палеонтропологии западной африки близка к нулю там найдена одна находка в нигерии и завалеру и находка экзотическая потому что там черепушка там где-то 16 тысяч лет датировка там 16 20 так но датировка то позднее а морфология архаичная морфология там такая как будто ему 300 тысяч лет вот и плюс от совсем только недавно в сенегале было две стоянки найдено там с кем-то странным заняться к самому не и какой-то еще такое и вот там стоянки с орудиями которым по типологии должно быть больше 50 тысяч лет то есть вот такой средний каменный век такой наглядный хороший а по датировкам там самое минимальное по моему 11 12 было ну там тоже от 20 до 12 что такое вот и получается что западной африки местами или по всему были какие-то очень архаичные популяции застрявшие там в каком-то прошлом до демичные и когда туда пришли сапиенс и они смешивались между собой и вот это вот приме собственно мы видим и видим вот ну вообще западная африка это такое белое пятно по всем параметрам там археология близко к нулю ну там пара стоянок до антропология один череп ну там скелет даже но он такой фрагментарный и очень фигово кстати опубликованный несколько статей есть да но как-то очень бедно и при этом там эндемичность между прочим флора и фауна довольно таки приличная вот казалось бы ну там саванна лес а если посмотреть по всяким там анти лопам и так далее там куча эндемиков там и среди приматов дофига эндемиков и какой там этот либерийский карликовый бегемот сам по себе еще феномен это там куча там всякого разного зверя она вот сугубо только там живет какой-нибудь под золотистые там еще что-нибудь такое я не только там больше никого там сенегальский галага и я не очень понимаю в чем там приколотой изоляции ну чё им мешает как бы всем этим зверям расселиться куда-нибудь там бассейн конга того же самого то есть для меня кажется так и на карту смотрю ну как бы здесь я здесь лес вот как бы там между ними нету каких-то там пустынь а вот нету там пустыню на карте посмотреть но видимо какие-то нюансы этих лесов вот может там какие-то большие реки но для бегемота казалось бы реки наоборот дорога вот чтобы вот этому карликовому бегемоту из этой либерии не расселиться по всей африке как бы для меня не очевидно а вот для него очевидно но одну и видимо и на людей это тоже действовал пока вот на местность не окажется но я не был никогда западной африке вот а там же еще и мировой рекорд разнообразие языков ну самый мировой это конечно в этой новой вине но вот в районе там тоже там сенегала нигерии чада там еще что-то такого там под 800 языков что-то такое ну то есть само по себе вот это великолепие лингвистическое грязь о том что там и в современных популяциях изоляция есть дичайшая но чем языке они там не быстро формируются понятно да но то что сколько-то тысяч лет ну вот ну значит она и в древности подавно работала то есть если уж сейчас там с караванной торговлей да там раба торговли там его семи этими ну там какие-то про то государство нормальное государство это сохраняется изоляция ну вот а там все эти скотоводы кинфульби он они там от эфиопии до атлантического океана вроде бы живут и да но как вот по сахелю кочуют а вот другие не кочуют и вот чем мешает без понятия для этого надо туда ехать разбираться даже если на политическую карту посмотреть нарезанные на маленькие-маленькие страны там все тигана какая-нибудь код девуар там что там еще есть да ну вот ну она же не спроста вот что конго у нас одно гигантская конга да ну плюс еще маленькая там другое но в принципе там чисто политических разделили там эти бельгийцы и французы а тут то они нарубаны как вот такими кусочками почему я не знаю честно говоря это надо ряд к западной ноутки с политикой там еще может какие-то историки объяснят внятно четко да а со зверюшками то ну там тоже также нарубана как бы вся эта территория но тут на одном месте разбираться а никто не разбирался это западная африка и там же какие-то бесконечные гражданские войны и как-то там никто не ждет как в этом европейских ученых уже это самые такие работоргов ческие места там эти местные негры жутко обижены на всех белых и них не различают если я туда приеду я для них буду американец скорее всего но но хотя нашего лингвиста куда ездили кстати изучали там есть такой народ капелли прикольные там с изолированным языком тоже своим каким-то экзотическим вот наш лингвиста туда героически ездили значит изучали они как добирались они там из какой-то страны там на машину какими-то до заковырившими путями я даже не помню честно говоря какая-то страна полку дивуар но они мне фоточки показывали как бы я радовался что при этих пиле там были домыслы что типа они какие-то невероятно монголоидные загадка там как в западной африке все из них монголоиды но одно посмотрев на фоточки я понял что это чушь собачья но при этом монголоидность писали видимо люди которые в расследении вообще ничего не смыслят и теперь мы не видели вообще что там такие хорошие наглядные классические негроиды образцово показательное монголоидность там нет ну как бы вот для этого должны были быть лингвисты до которые набрались наглости доехали туда где-то тоже либерия была ну неважно но и вот значит фоточки сделали но это там мега редкостные случаи а так туда никто не суется просто ну это значит что дай бог там все станет хорошо спокойно и но вот эта изоляция видимо приводила к тому что там были какие-то еще другие виды людей я кстати вообще ни разу не сомневаюсь что там был еще дофига видов астралопитеков когда-то и вот когда туда да наконец-то берутся нормальные исследователи а может свои местные появятся как вариант но правда очень сильно не скоро наверное то там будет еще просто всплеск вообще открытий и там просто сто процентов что там найдут таких массивных астралопитеков и грацильных и хабилисов и там все что угодно и вот этот неназванный вид который из его и леру да ну потому что он сто процентов катит на новый вид не гроб почему-то до сих пор не набрался наглости описать как новый вид но потому что доступа к нему я так понимаю нет где-то в нигерии лежит это череп его там два раза исследовали но как бы те кто исследовали были не склонны выделять новые виды а другие просто не добрались в принципе вот если кто хочет как бы подвиг совершить вперед как бы а что на самом деле останавливает тут чтобы не поехать действительно не описать просто новый вид так запросто то есть там именно проблема политическая какая-то просто бояться туда ехать или а потому что ну поезжайте что вам мешает а то есть но вы ребята что хочет кто храбрый вот можете развитие новые возможности это не так про западную африку на самом деле у нас больше через планеты все белое пятно ну вот они были антропологии всяческой если посмотреть тут какие-то точки вот известны вот она больше честь мало чего вот в африке строго ряда который сам еще такой кладезь это эфиопия кения танзания и южная африка ну так нормально исследованы там немножко в северной африке ну там поздние времена в основном и как бы и все ну и какие-то там три точки там еще вот это его веру там 5 10 но как бы вот прям совсем в чате а вот было там чуть ли не одна экспедиция они тут же два вида нашли астралопитека то есть просто вот как бы спал с жару как бы бац и нашли как они решают принципе где начать копать грубо говоря ли это случайно во время конца строительства обнаруживается и тогда то приезжает уже собственно два подхода есть до один когда случайно там что-то копал нашел сообщил ну еще слава бога если сообщил страшно подумать сколько гибнет такого добра когда не сообщают а другой вариант отказаться направлено в африке обычно просто там садятся на джип едут по салане и смотрят что под ногами валяется ну периодически вылезают осматривают местность вот ну и есть такой более целенаправленный вариант по геологическим картам геологи то обычно все обвазили и записка геологов там либо есть упоминание костей там рак ничего такого вот либо просто как бы описание слоев и мы знаем что здесь там своими оценовые значит а можно искать там проконсула да а здесь там плеоценность можно астралопитеком а здесь при сто цены что там это вот если там есть фауна ну чего бы не поискать как бы людей может быть они найдутся не гарантии никакая но тем не менее и собственно так и и что но можно там всякие хитрые способы это какой-то либергер нашел пещеру малапа взял google карту посмотрела где в пустыне зеленые пятнышки а если зеленые пятнышки значит там есть вода если есть вода значит есть какие-то щели в земле где-то вода скапливается а значит там есть пещера туда приехал нашел пещеру и новый вид строго почему кстати там очень даже недалеко от того места которые уже давно исследовалось и более того оказалось что тут пещер не просто пещеры а это карьер которые там какие-то эти строители уже там взрывали динамитом возили этот щебень там куда-то на стройку но ты все раздолбали на самом деле и вот нашлись два скелета этих сидит а вот совсем недавно уже двадцать первом году была статья что в засыпке когда ехали вот эти какие-то телеги там за грунтом да с этим битым известняком там падали какие-то куски и вот в этих выпавших кусках а может это когда они мастили эту дорогу там поймешь нашли еще кости от этих же скелетов то есть прям даже не от других индивидов от этих же скелетов к дополнительные куски но это надо было вот очень методично и старательно долго вот это все искать ну то есть тут как бы в какой-то степени везение за сто лет то там никто не нашел ничего да бергер вот просто как бы еще и везучий ну и старательный как бы он съездил искал сколько там страшно подумать сколько он искал ничего не находил вот и многие это вообще ему то всю жизнь искать и ничего не найти он это то есть лики 30 лет искала нифига не находил а потом нашел 2 и потом там у него поперла там со страшной силой там миллион открытий чем а давайте первый не он даже нашел просто опять же прочитал что какой-то там этот рек там или кто-то там ездила значит там какой-то немец геолог и какие-то там кости нашел но вот но это было еще там далеки а до этого лети вот сколько искал 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 и нифига не было вот говоря кстати про работа антрополога как происходит взаимодействие антропологической науки и политики насколько это мешает насколько не мешает работать публиковать статьи например там на какие-то темы или в принципе какого-то сильного влияния не замечается это зависит от темы и от страны то есть если например я бы сейчас где-нибудь в германии или сша попытался опубликовать чем просоведению меня были ничего летом тут же на месте ну вот что у них это под жутким запретом ну а чего у них в итоге расизм цветет идиоты вот а соответственно у нас антропологии сейчас ограничений нет никаких вот сейчас просто райское время когда можно изучать все что хош вот если ты искренне как бы нормально изучает дайбе себя к этому пути то можно все изучать вот у нас сейчас прямо свобода редкостный момент ловите и товарищи ученые вот например в антропологии ну где как он бывает по разному например вот у нас был аспирант кореец но из южной кореи вот он говорил что у них например такая идеологема что корейцы появились в сибири и пришли туда с байкала значит в корею вот и поэтому наш байкал это территория кореи там незаконно захвачены своими русскими вот карте не сконно обычно рисуют ну как китайцы считают что байкал это китай да японцы считаю что байкал это япония корейцы считают что это скорее ну вот и знаешь вот вы и русские захватили а на самом деле они пришли оттуда если кто-то пытается значит там что-то по-другому сказать что значит не с байкала то его все астракизм подвергают и выгоняют нафиг на мороз и у них это вот как бы жестко а когда он приехал к нам собственно чем у нас аспирант был он изучал данные как бы и корейские и вот по сибири по зубам под антология и у него вот по этой антологии красиво вырисовывалось что да там были миграции конечно и сибири откуда бы еще они нашли как бы в корее тупик такой аппендикс вот ну и свое местное там было и плюс еще с юга там все время кто-то приплывал на самом деле это такое как бы мешок куда легко было прийти и невозможно уйти и они там все уже внутри смешивались но вот он прямым текстом этот самый аспирант говорил что такую работу в корее у него не защитил никто его там прогнали бы нафиг вообще потому что он допускал мысль что не только с байкала они туда пришли вот но это корея чем это южная корея это не то что там ужасно этом кровожадная северная такая полумифическая но это свободная демократическая южная корея где все мозги должны быть строго определенной формы этом квадратный никакой другой ну такой фашизм в чистом виде на самом-то деле и местами вот такое бывает но местами она не в таком жестком как бы варианте но все равно как бы давит например современные китайцы искренне считают что китайцы и вообще человечество произошли в китае и только в китае нигде больше китая поэтому все находки которые уже всем давно понятно что денисовцы вот они признают что это китайцы бывшие как бы прошлое и вот из них китайцы произошли а единственно кого они признали за китайского денисовца и тут же они и днк и сделали и протеом сделали это из тибета потому что тибет это же как бы вроде бы на китае конечно да но это тибет живут какие-то тибетцы они-то не китайцы но тебе-то это китай а тебе-то не китайцы и поэтому да они потомки денисовцев и тут китайцева радостно захлопали в ладошке сказали да мы всегда знали что они не совсем как бы сапиенс они он там наполовину вообще какие-то денисовцы и понятно что мы их там завоевали да и держим везде как бы потому что вот и тут же они сделали следующее там этих тибетцев современных и примесь диска и по геному что них мировой рекорд отсутствие третьих маляров аудистов не было третьих маляров а то что у других черепов территории центрального китая тоже нету третьих маляров это прогрессивный признак китайцы мега прогрессивная тибетов это примитивная ужасных дремучих денисовцев которые там и сибири вылезли да а эти значит прогрессивные китайцы понимать надо другое вот и вот в китае как вот такой прикол с этим китайским происхождением но потому что у них вот поднебесная бронзового века на раз не раньше у них вот она так и идет ну вот где как но в большинстве стран где все-таки нормальная наука ну и китайцы они тоже там я муж преувеличиваю местами да там вот они как более-менее адекватно так в странах всяких там это в сша европах там плюс-минус адекватная вот с расследием последнее время как бы печально и не загнобили рассоведение за это у них развел расизм доктор а по поводу фейков потому что вот в последнее время китае в плане вот например нейронаучных статей там очевидно что там большинство того что они публикуют это просто поддельные данные скажем и поэтому как бы их доверие к нему на очень резко упала то есть там был период когда наоборот они очень много чего хорошего делали а вот сейчас они примут из-за того что них надо им публиковать обязательно и поэтому они там все делаешь опубликоваться сейчас уже там сплошные фейки идут вот в плане я тоже смотрю в китае там всплеск антропологических находок и там палеонтологических находок то есть там и яйца целый наход динозавров и прочее прочее вот как там с этим дело обстоит с фейками вообще то есть там это храни характерно или это пока у них там все нормально ну для китайцев палеонтропологических фейков пока не было ни одного их вообще во всем мире это был один это пельдаунский человек это в англии но это уже там стартовая история как бы вот он один и был одну плюс вот этот криво склеенный череп из бразилии который такой условный фейк по кривости как бы криворукости и как бы все больше не было ну какой там этот кардинский великан где просто это розовер был где там ищурки вырубили там четырехметровой статую и выдали за каменевшего человека но это прикол было издевать местным пастором на самом-то деле но заодно еще денечки заработать чтобы показывать его за три копейки а как бы в китае нет другое дело что они там подгоняют датировки вот это у них не на то есть они находят любую какую-то фигню ну там три зуба вот и в обязательном порядке датируешь ему там сто тысяч лет не меньше потом когда приходит какой-то мне разговор кузьмин и датирует по нормальному то оказывается что это какой-то там железный век уже неожиданно а не сто тысяч лет и вот такого у них полным полно то есть они вот гонятся за рекордом чтобы у них были самые древние самый древний человек самый древний то вот иногда это такие ошибочные как бы бывает то есть они тоже не фейки как бы до ошибочное определение самое известное это челюсть из лунгупа где нашли челюсть там с тремя полу зубами такой маленький кусочек совсем с древностью там миллион восемьсот тысяч лет на миллион восемьсот они тоже округлили до двух само собой какая разница ну вот а там рядом был найден два каких-то камня с выбоинками они тут же описали как орудие хотя там всем понять что это просто битый камень но и значит тут же гордо назвали это там хома какой-то этом уж они такое же типа это самые древние люди на планете ну а если игнорировать африку красота древние тупо игнорируют просто вот этого нет и постулирует что люди произошли в китае вот у нас есть челюсть потом правда выясняется челюсть обезьяне вообще-то что-то рюфинга петек ну такая маленькая самка рюфинга петека ну это что-то типа рунгутана такое вот и по-своему кстати находка прикольно потому что это самые поздние люфинга петеки на всякий случай там как бы до сих пор они были известны с древностью там 5-7 миллионов лет меньше двух нет уже прикольно на самом деле но как бы китайцы гнут свою линию если везде посмотреть там дальше уже можно как бы ничего не упоминать а говорить что доказано что люди появились китая 2 миллиона лет назад вот уже никто не вспоминает про челюсть уже там про эти камни про люфинга петеков это уже просто тупо как бы забыто но а уже остается констатация уже всем известно общий известный факт что люди 2 миллиона лет назад китае были вот в таком ключе как бы у них довольно регулярно бывает вот когда они там берут какой череп там из людяна допустим да и датируют свои похожие соседней пещеры за 30 километров и потом говорят о это сапиентный череп ему 60 тысяч лет вот мы там по каким-то натеком сталкитов это дело датировали но но всем понятно что череп ну да действительно древний но уж точно ему там не 60 тысяч лет но от силы там 40 может быть а скорее всего меньше гораздо но вот но вот а у них 60 как бы то есть 160 вообще но или какой-нибудь там из антияне там череп тоже череп с архаричной фауны копалась у черти как вообще там не пойми какими методами ну там какие-то эти энтузиасты все это делали ну в духе там и когда даешь там чугуна там ампером всех кистом вот в таком же режиме как и тоже датирует миллион 600 тысяч лет назад кто больше одну то есть всем понять что скорее всего там даже миллионы нету ну а у них миллион шестьсот но или какие-то из мажон голу там камни три миллиона лет орудия там чего в африке там хатом два каких-то несчастных 2 и 6 фигня у нас три вот и в нэйч публикует что характерно что просто бабки заносят как-то себе рот на полосы даже ну естественно я потом а потом все как бы в нынче а это же нынче это же святое мать надо опять же ну вот раз нынче знаете все но потом правда оказывается все фигня что это и не орудие и датировка не 3 миллиона лет и вообще-то ваше полное но это будет потом уже опубликовано там тем же кузьминым там еще кем-нибудь таким да но тоже несколько лет и уже не в нынче будет ранили кого она в какой-то там журнальчики непонятным да известник саратовского там педы но ты кто его вообще читает надо вот как бы в чем статья то будет настоящее как бы и более адекватные чем нынче но там же хиндекс хирша там же цитируем а еще какие там слова красивые есть но вот индексирование а тут как бы какой-то там есть непонятный а в нынче никто такой не примет потому что для нынче и ценится нужны сенсации результаты положительные в развенчивание сенсации там ничего такого нет но то же самое там зубами из фуяне там тоже вот нашли какие-то зубы там ой дофига какая древность там сто тысяч лет назад это сайпенса сто процентов нижняя челюсть там из этой называлась не помню сейчас уже типа вот там подбородочный выступ который там в упор нету как бы но они его увидели как бы это уже там охренеть какая древность но потом делают нормальные датировки оказывается это железный век это бронзовый век ну вот и как бы подбородочный в любом случае там нет вот как бы сенсация уже было все и опровержение где-то там какие-то публикациях а это уже самое древнее а какой может быть вот тема в антропологии которая для тебя станислав особенно интересно но которую особо не затрагивает не в публичных интервью не там публичных лекциях но который бы ты хотел обсудить у меня все так спрашивают в надежде что я прямо сейчас сенсацию выдам ну все что я хочу обсуждать я обсуждаю на самом деле то есть кто бы меня запретил что-то мне обсуждать наоборот все на меня бросаются типа вот давайте новую тему что но я уж близко к двадцать лет как бы одно и то же вещаю по большому счету и ну кто следит более-менее за лекциями это очевидно замечают как бы да я это уже слышал там пять раз но у меня утешает то что многие слышат каждый раз первый раз ну да и но ты поэтому уже можно вещать одно и то же во вторых сама пси наука меняется и вот я пытаюсь там стать читать новые статьи даже сейчас там еще то говорю о том 2021 только вот стало известно это добавление уже как бы деталей как бы тонкости картине так она и не поменяется было там миллион лет как бы да ну и следующий миллион лет все тоже будет как бы ну то есть если прямохождение возникло там 7 миллионов лет назад она уже не возникнет там 10 или там один она всегда будет 7 миллионов лет вот но поэтому темы ну другое дело что иногда мне интереснее бывают то одно то другое вот но это вот как бы бывает вот я сейчас только что например центре архе дочитал курс по эволюционной морфологии но тоже этому всякую антропогенез просто читал анатомию просто читал там 5 10 читал а вот эволюционную морфологию не читал и он мне приспичило я сделал курс небольшой но прочитал теперь сейчас ли довольны что когда я составляю курс но я сам перекапываю там не мирную информации в итоге идет не все как бы я потом рассказываю не обо всем узнал а мне это интереснее самому узнать не столько интересно кому-то что-то там про вещать я без этого переживу спокойно а мне это интересно самому ну вот мне буквально сегодня допустим предложили там читать курс в одном месте по пластической анатомии ну там они платить будут три копейки и принципе вот заради денег это точно нет смысла делать это займет дофига времени а как бы по деньгам нет ну зато я не что никогда пластическую анатомия что это такое пластическая вот как бы я тоже не очень в курсе но я знаю ее существование но я никогда не читал пластическая анатомия для художников то есть там художественное училище это даже не любил никаких вот а вот как при там движении тела меняется форма этого тема но там напрягаем да и там какие-то сухожилия там проявляются вот и при поднятии руки там какая-то мышца напрягается как это расслабляется там вот и чтобы потом статую какую-нибудь извоять там живой позе надо чтобы было как бы близко к реальности анатомичным студенту уж подавно да они как правило не знают это дело даже крутые скульптор ты иногда не очень знают студент стоишь совсем но вот и начинают косячить то есть отдельно допустим как кисть выглядит они знают а когда кисть там схватившие чет они уже как бы не очень представляют как там вот все это пупырки как бы выступать и почему они такие будут выступать ну вот это пластическая анатомия но она появилась счетом во времена там леонардо да винчи там микеланджело там вот такого но вот и как бы есть но я ее не преподавал то есть я вот в некоторых сейчас сомнениях как бы ну то есть я так предварительно типа согласился может быть но посмотрим как бы они сами не уверены что оказывается это пластическая анатомия сейчас из общего курса исключают вот и и вот она была там всю историю там с царских времен ну вот а теперь ее выпиливают из курса из обязательного потому что типа зачем художник узнать анатомия нафиг как бы ну она сейчас много таких чудес образования и вот до этого тоже касса руки дошли у каких-то наших этих активизации так что ну там вот ну поскольку руководство будут адекватно и вот они приняли что это надо и они хотят это впихнуть ну пусть это будет не обязательно дополнительный но как вам от обязательный ну богатом есть возможность как по часам и так далее вот и у них проблема вот как они сами сказали что у них они не могут найти кто бы преподавал то есть у них какой-то там был преподаватель но он что-то уходит а так понял что такое с ним не сильно там никого честно говоря ну короче бывший преподаватель которым это преподавал там сколько-то лет что-то вот с ним там случается но может просто групп стало больше знает но они вот пытаются найти не могут найти никого кто на мой кто сможет спасти таки я знаю а я одного человека вот чехол там внутри уже по моему по разным поводам вот они решили что бы меня вот я сейчас некоторые задумчивости почему бы так что но и так вопрос очень интереснее но последние там сколько времени происхождение раз подаю и там две книжки написала ну право уж следующий писать скачать никак тоже непаханое поле же происхождение человека это как бы известная более-менее темно про современные расы более-менее еще что-то известно тоже а вот откуда они такие взялись неизвестно потому что в тот момент когда это можно было изучать него сборно как бы полиантропология была зачастлива видит нормальный взрывок не было ничего потом рассоведи загнулась практически везде и соответственно сейчас на западе про происхождение раз нельзя говорить про политические запреты нельзя но ты тут у пытается вопроса нафиг там опять же истребляют но поэтому а у нас можно накатал ну и в курсе читаю как бы лекции отдельно но экологические всякие аспекты последнего времени захватили почему какие причины были вообще в принципе наша вот эта эволюция чисто экологически как мы там конкурировали последний не последний уже но там предпоследняя книжка выпущенная было про взаимодействие наших предков с павианами гиенами кошками там кем-то еще но вот как вот они все вместе взятые влияли на наше возникновение ну а все это объяснялось что сверху там климатом всяким и так далее но вот эти становились там более травоядные эти более хищные 5 10 крупнее и мельче эти социальные и не социальные и там вот такие вот взаимодействия то есть там санта-барбара вообще отдыхает на самом деле вот это это я еще как бы в этом не такой же прям специалист то есть это я просто взял кучу статей и книжек да и как попытался скомпилировать там ни жульки но ну а если это у меня все-таки популярная книжка а если попытаться это сделать что-то к более монументальная ну там можно развернуться тому ее как ну я думаю что может развернусь но тем не менее тоже не паханая поле информации просто немерено и это как бы на мой взгляд самая суть то есть почему мы такие стали то есть одно дело когда мы просто описано что череп там увеличивается на там клубы уменьшаются а другой с какого перепугу она все такое происходит а происходит оно потому что вот были там какие-то растения такая-то температура насекомые там птички какие-нибудь там эти попугаи какие-нибудь длиннохвостые повлияли на нашу эволюцию там птицы мыши какие-нибудь которые там были офигенными конкурентами ну птицы мыши не такая прям маленькая в общем такая серенькая и ползают раме как мышки по веткам но они летают фрукты со страшной силой и какими нашим там этим человекообразным там всяким артепитеком предкам видимо составляли довольно основательную конкуренцию успокоились но тем не менее и вот такие приколы не как бы но они просто приколы прикольные это интересно просто смотреть сеть просто взаимодействие всех другом общем местами эти взаимодействия может быть и ложные ну нам как бы кажется они знаете а может они не такие прямо и значимые но в этом надо как бы разбираться а некоторые вещи вылезают такие подумаешь а потом ну когда уже это как проникнешься думаешь блин а как что могло быть ну и как бащи лично что так но интересно то дождем с интервью это когда будет примерно выйдет ну что 2 2 продолжение книги связанность с экологической эволюции ну пока я вот это продолжение особо не планирую если честно сам так в задумке есть но у меня сейчас как бы много книг уже как бы в процессе то есть как меня у меня вторые байки из грота дописываю дописывать никак не допишу потом вторая анатомия антрополога подзависла надо бы написать нам уж в этом году я сделаю вот потом я пусть науки уже сто лет назад обещался просветить не популярную книжку написать и даже там начал но что-то как-то тоже затух ну вот еще там что-то такое хотел ну так что но ту же самую эволюционную морфологию чтобы не написать ее как-то на русском языке нету ну то есть как но хрисантова в 78 году издала морфология там типа как там точно называлась ну короче говоря там вот именно эволюционная морфология короче человека вот но 1978 год это я родился тогда и вот была последняя книжка на эту тему на русском языке парни пора бы уже бы написать бы новое хрисантова великая крутая как бы да она мой учитель но надо продолжать новую информацию просто прибавилось там несравнимо как почему не было да еще сейчас есть ну те же там грацильных и там этих массивных ранних старопатеков тогда практически не было ну ранних не было вообще в принципе как бы они не были найдены а теперь у нас их дофига вот так что ну я говорю только тем что я вот прямо разрываюсь о чем писать поэтому и вот эти экологические да у меня есть задумка ну как бы сделать то у меня были вот эти свиньи всякие да это там плеоцен только по сути дела ну то есть очень маленький дрова времени там буквально пару миллионов лет а принцесс такое можно раскатать там от таким бреда современности но так целенаправленно пособие научные или это как ночь в поле одну и сейчас я все пишу научно популярная вот уже научная она зануднее просто скучно мне писать научная и главное научный я писал там сколько-то у меня этих книжек то есть научных статей но с некоторым момента я понял что она как-то овчинка выделки не стоит что никто толком не читает вот ну то есть я издаю эти книжки да я там первые все за свой счет издавал а потом ну на кафедре у нас 10 человек ну да ну там еще лет 10 человек ну тираж там 100 экземпляров да но кто-то еще там купит и где-то у него на полке будет от полиции ну как-то не очевидно ну а я на это трачу там год допустим год жизни чтобы там 10 человек прочитала ну не знаю как-то эффективность не очень а когда я пишу научно-популярную в принципе пишу ведь там тоже самое только я пишу гораздо быстрее что мне просто интереснее веселее и можно там не так жестко заморачиваться там со ссылками с каким-то там этим пафосным слогом да там как-то вот там все можно гораздо там бодрее веселее а зато прочитает там 10 тысяч человек ну вот и глядишь из этих десяти тысяч найдется там пара зануд которые станут великими учеными и допишут вот эти там несчастные три статьи которые я не написал за это время но и прогресс будет гораздо больше то есть они в итоге больше напишу чем я за всю жизнь заинтересованные популярными книжками но как-то на мой взгляд с моей стороны эффективнее здорово но я благодарен в принципе за книжки которые вы пишете и особенно благодарен за очень интересный разговор который сегодня получилось вообще здорово вот дорогие зрители очень пишите ваши комментарии вопросы может быть у вас что-то еще осталось многие ответы на свои вопросы найдете в книжках станислава вот как видите там уже можете себе целую полку сделать вот сегодня к сожалению нас уже время поджимает вот станислав есть какие-то пожелания может быть приветы там кому-то передать привет всему человечеству жить и дружно ну что ж спасибо большое что пришел всем спасибо до скорых встреч вот спасибо было классно